Так, ну я думаю... Кройте, камеру поставил уже. Отлично. Сейчас я давай подводочку запишу. Ты когда готов будешь? Пока я ем подводочку. Так, друзья, всем привет, это Леонид Смит, и это новый выпуск подкаста «Пока без названия». У меня сегодня суперкрутой гость, это Кирилл Савицкий. Он вот сейчас готовится к подкасту, набирается сил. Подзарядочка. Углеводы или протеины, что-то там. Что ты там ешь? Рис. Нет, с фасолью. А, с фасолью. Ну, тоже неплохо. Хорошо, что у нас подкаст удаленный, иначе я бы ощутил бы. Эти ароматы, да. Хорошо, что я сейчас на офисе здесь один, и меня никто не осуждает за это. Ребят, вы же меня не осуждаете, правильно? Спасибо вам большое за это. В общем, что, мы начнем? Ты там как готов будешь, ты сможешь... Да, слушай, можешь, пожалуйста, не нарезать этот момент в монтаже? Конечно. Я где-то минуту сейчас поем просто, ребят. Да. Ну, мы просто подождем. Ты можешь потом... Я потом укрупню тебя, как ты ешь. У тебя же в 6К камера снимает, да? Ну, 15 примерно. А, 15. Блин, ну это... Ну, конечно, для нашего времени это уже... Блин, ну это минимум, это минимум. Да, да. Это вообще уже просто, да, уже iPhone покупаешь, там уже 18 идет. Все, водичку пью, водичку пью, и все. И мы, ну, прям все. Давай. И прямо все. Запись тут стоит. Тут стоит. Тут стоит. Главное, чтобы звук был, да. А то, как я так писал, так я на YouTube видео так часто пишешь-пишешь, потом смотришь, а ты... Дурацкий то скам этот у меня, у него там, знаешь, функции, ты когда нажимаешь REC, он в паузу становится, а потом... Какой? 44DR, 44W... А, VL, который у меня тоже, он там лежит. И там, типа, нажимаешь REC, и он в паузу загружает, ну, типа, держится. Потом надо еще раз нажать паузу, ну, типа REC, и он тогда включается, запись. А, ты про то, что он мигает, типа, пока в самом начале. Да, да, но он, типа, не пишет. Все, мониторинг типа врубается. И, короче, у меня вот буквально на... В прошлом проекте я такой паузу ходил, ну, ходил, стопил его, нажал, типа, стоп, нажал REC, и, блин, ну, сколько лет у меня он, я постоянно забываю. Я нажал REC, а второй раз не нажал. И прихожу там через час, он бегает такой, я думаю, бля... Ну, там не так, как бы, важно было звук, но просто... Блин, ну, звучит не очень приятно. Ну, да, как бы, если бы это была бы свадьба, и там были бы какие-то важные поздравления, то я бы сильнее бы расстроился. А это был, как бы, такой просто там, ну, типа... А я считаю, на свадьбе не бывает неважных поздравлений. Ну, да, да. Не, ну, как бы там, если вдруг что там, я на пушку уже писал, там, может быть, что-то... У меня один раз был, короче, такой момент, я снимал свадьбу в Анапе, и там, короче, какая-то херня была вообще со звуком у меня полностью. У меня регистрация не записалась, там просто, ну, короче... Точнее, я всё записывался, я всё стопил. Я, когда подходил, значит, к диджею уже на ужине, подключаюсь, просто беру вот так вот, подключаю, значит, к пульту свой рекордер, беру свой рекордер, меня бьёт током. Я такой, что за херня? Он говорит, ну, тут, говорит, розетки какие-то плохие. Я такой, ну, ладно. Я, короче, домой прихожу, беру флешку, а он показывает, она пустая вообще. То есть у меня было записано там. Блин, жёстко. И смысл в том, что там, короче, было такое место, это типа гольф-клуб, и сзади него... Ну, то есть, как бы он рядом с дорогой, такой горка, и там все камазы, которые ехали там гружёные, они начинают в эту горку ехать, и, получается, стоят гости поздравления. Я вот так с пушкой пишу, я ещё не знаю, что у меня звук не будет. Я стою вот так, пишу, и там просто за ним в фоне камаз такой, короче, в гору въедет. Слушай, ну это эмбиенс, это необходимо добавить. Ну да, да. То есть даже когда мама говорит тос, важно помнить, что там в это время ездили КамАЗы, что это особенное место. Тогда еще не было меры сети этих, которые чистили. Блин, у меня похожая история была, но у меня наоборот вот этот Toscam 44WL, он меня спас. Впервые. Короче, у меня привычка такая, типа, никогда не доверять вот этим вот аккумуляторам, АА вот эти вот, которые. Потому что у меня аккумуляторы куплены там, типа, 83 года назад примерно, и, ну, типа, они держат примерно 2 минуты. И я такой, ну, не покупать же новые аккумуляторы и тратить на это, типа, 10 долларов. Ну, что за бред? Надо, значит, там, типа, от розетки питаться. Да, да. У диджеев там есть розетка, правильно? Правильно. Ну, типа, пускай меня запитывают. Ну и, короче, я тогда только-только купил вот этот вот Toscam, типа, до этого был DR-05, который вот, типа, как Zoom H1. И, короче, значит, получается, я прихожу уже в конце свадьбы, такой, пришел, типа, забирать, а смотрю, он выключенный лежит. Вот, я говорю, бро, а what happened? Говорит, а мне, короче, надо было вейп на зарядку просто. Я смотрю, стоит, ну, короче, выторкнул из розетки просто, и он вырубился. И в чем спасение? Потому что выключил он под конец свадьбы. Ну, то есть, типа, и там уже не было никаких звуков, то есть там танцы, вот это вот все, я ничего не потерял, как бы. Но фишка в том, что, типа, вот этот Toscam, он уже сейвит все файлы, даже при экстренном завершении. Вот я постоянно слышу... А DR-05 просто тебе пустую флешку отдают, и все, типа. Я постоянно слышу про эти, про... Как они? Zoom? Нет, подожди, не Zoom. Какой другой еще этот? Не Toscam, а... Господи. Не, ну Zoom, да, H1, который... Вот, они постоянно про них слышат там, что, типа, если он не зафиналился, то все, у тебя файлов не будет. Да, да, да. С этим, с Toscam, у меня тоже проблемы с этими батарейками, но я, знаешь, что делаю? Я, короче, батарейки и цепляю его на этот... на пауэрбанк, потому что... На пауэрбанк, да. Вот я после того случая все, розеткам больше не доверяю, типа, просто пауэрбанк под ним лежит, и это, типа, как связка такая, а пауэрбанк этот вот. И там еще батарейки на всякий случай стоят внутри, типа, мало ли что... Не, ну их этих... Вейперов... Вейп зло, ребят. Никаких вейпов. Да. Пожалуйста. Они вредят звукозаписи на свадьбе. Ну, серьезно. Давайте без вейпов. Да. Это очень правильно. Так, ну, надо же... Вот мы с тобой уже разговариваем, тут пять минут, а люди не знают, кто ты. Ты новый человек на YouTube, тебя мало кто знает, тебе нужно... Слышь, мало кто знает. У меня ролики собирают по 400 просмотров вообще-то уже. Некоторые 500 даже дособирали. Знаешь, сколько подписчиков? 400. Ну, это круто очень, да. В общем, это Кирилл Савицкий, который снимает видео крутые. Ну, ты же по всему миру снимаешь или только у себя в Минске? Слушай, сейчас, конечно, сложнее. Позже, вот, давайте расскажу. Да, расскажи. Меня зовут Кирилл Савицкий, мне 27 годиков, снимаю видосы за бабосы. Живу в Беларуси, в Минске. Здесь, получается, сразу снимал свадьбы. Потом мне это дело немножечко поднадоело. Поднадоело не из-за формата свадьбы, а поднадоело из-за того, что я когда дошел до топовых, ну, в рамках нашей Беларуси, до топовых прайсов, я такой загрустил, что, ну, а больше я как бы не подниму прайсы. И при этом в свадебном рынке, чтобы оставаться на плаву просто, чтобы быть таким человечком, какой ты есть, то есть тебе надо постоянно выпендриваться. То есть если ты не выложишь новый бомбезный тизерочек со свадебки, если ты не будешь напоминать, смотрите, я весь такой Кирилл Савицкий, свадьбы там, моя жизнь, я люблю свадьбы, невесты просто прекрасные. То есть если ты не будешь об этом напоминать, тебя быстренько забывают, типа и ты хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. То есть просто чтобы оставаться на одном месте, на одной точке, на одних бабках, которые ты зарабатываешь, тебе все равно постоянно нужно лезть из кожи вон. Из-за этого у нас, что в индустрии, дофига дедов, которые давным-давно снимали крутые очень свадьбы, они ноют на молодняков, которые демпингуют, потому что когда-то они просто снимали вот на такой гроб, кассету отдавали, и за это полторы тысячи долларов брали. А сейчас что? А сейчас там бегают в 4К на Sony A7S III и снимают это все за 500 долларов, тьфу, и сами бегут, короче, на такой же комплект снимать там типа за 100 долларов что-нибудь. Вот, и чтобы этого не было, получается, нужно постоянно лезть из себя и из кожи вон. Я понял, что, получается, в далекой перспективе свадьба это не так уж и волшебно, потому что когда-то точно у тебя настанет точка, когда, ну, как бы все, ты наигрался. То есть, окей, в 20 тебе весело бегать вот так вот, в 30 терпимо, типа, в 40 вряд ли уже, ну, там, типа, в 50, скорее всего, ты, ну, прям уже, убейте меня, только, ну, не хочу. Вот, а пенсии нету, а ничего нету, а как бы, то есть все, все свадьбы это быстрые бабки, это то, что ты быстренько сейчас зафармил, типа, быстренько потратил и все. То есть нет ничего такого, что ты, блин, бро, ну, ты наснимал за свою жизнь 200 свадьб, поэтому у тебя уже сформировался немаленький капитал. Сам по себе, не ты там, типа, куда-то откладывал, там, или что ты там делал, а он просто сам по себе сформировался, короче, значится. Ты смотришь на свой счет, опа, там, пенсия свадебного видеорофа, там, полтора миллиона долларов, иди ее просто трать себе, кайфуй в свое удовольствие. К сожалению, такого нету, и поэтому я начал задумываться о том, чтобы уйти в коммерцию. Ушел, собственно, в коммерцию, не понимал, как это вообще устроено, как в коммерции работать. Смотрел там на Ютубе какие-то ролики, там, типа, в том числе, Холл Саботовский, там, типа, канал, там, что-то, как это делается. Вообще ноль у меня понятия было, и я абсолютно неизвестный был человек в коммерческом рынке. Просто было желание как-то зайти в рекламы, потому что казалось, что там денег побольше, и это как-то повеселее. Вот, ну и все, и как-то и пошло, и, короче, сейчас снимаю коммерческие видеоролики, сделал бутиковый видеопродакшн такой небольшой в Беларуси, мы тут снимаем рекламки. И вот что ты спрашивал, класс, да, я растянул, получается, на полтора часа примерно. Так, я делал на все вопросы, которые я подготовил, поэтому сейчас закончим уже практически сразу. Ну да, все, ребят, буквально, все быстренькое. Короче, ты спрашивал, типа, вот, по всему миру. Раньше до ковида оно так и было, и вообще мы постоянно, типа, то там какая-то съемка на Кипре, то какая-то съемка, там, в Иордании, то какая-то съемка, там, в Португалии, еще где-то. И ты такой катаешься, 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 и везде, типа, весело, потому что, что там у тебя, шенген этот сделан за 70 евро, и ты куда угодно катаешься. Что по свадьбам, что по коммерции, вы постоянно катаетесь. Если тут приходит, как бы, ковид, локдаун, все границы закрываются, и уже это посложнее, типа. Сейчас после 22-го года, так сказать, очень сильные, посложнее. Чуть-чуть сложнее, да. Чуть-чуть еще сложнее куда-то выехать стало, так сказать. Поэтому сейчас в основном проекты, которые у нас там для других стран, они проходят удаленно. То есть мы закрывали рекламку для айтишки из Штатов как-то в 22-м году как раз. Иногда, типа, работаем с сингапурским продакшеном боев. Вот. И даже несмотря на то, что это происходит удаленно, то есть как бы все это решается, но сейчас еще больше появилось вопросов с легальным получением денег сюда. Потому что американские банки, корреспонденты, они там позакрывали свои счета. Короче, это сейчас сложно. И без физического прям переезда куда-то, и релокации там, типа, сидеть как раньше, и то ты тут, то ты тут, то ты тут, и ты как бы везде, типа, уже сложнее. Но в то же время очень много, так сказать, коллег, друзей и так далее, вот они попереезжали. А это в то же время тебе немножко развязало руки, потому что ты сейчас такой, посмотри, раньше где друзья? Ну, они все в Беларуси там где-то, в России, в Украине сидят, типа, где-то там это. А сейчас ты такой смотришь, так, где, друзья, кореша-операторы есть? Они оказываются и в Португалии, они оказываются и в Польше, они оказываются и в Штатах, они оказываются и в Дубае, и везде. И ты даже что, типа, если тебе какие-то кадры надо подснять или что-то это, ты просто такой, типа, йоу, бро, подсними, плиз. И все, типа, у тебя подснялось. Или тебе также кто-то перекидывает оттуда, какой-то челик в Дубайске или в Штатах взял заказ пожирнее, он еще там не супер-пупер величественный, но заплатить твою СНГшную ставку за монтаж и покрас, который здесь считается высокой, ему там в целом класс, и он себе бустит уровень. Шикарно, то есть и тебе какие-то оттуда, там, типа, прилетают работки, ну, вот так, удаленно. Поэтому путешествий стало поменьше, надо это как-то возвращать. Но коннекты с другими странами не то чтобы прям пропали. Вот ты сказал, типа, что, значит, ты там снимал свадьбы, вот момент, как ты вообще пришел к видео, что тебя подтолкнуло, ты сидел-сидел такой, взял камеру, пошел снимать, было что-то такое, что тебя прям вот, ну, не знаю, заинтересовало в съемке видео, почему именно видео вообще? Да, на самом деле, вот, у меня там бывают спрашивают, ну, там, типа, три человека, которые у меня могут что-то спросить, они у меня часто спрашивают, типа, блин, ты, наверное, там какая-то невероятная насмотренность, у тебя там, типа, или тяга к кино, и поэтому ты пришел в видосы, ну, потому что так, наверное, как-то приходит в видео. У меня вообще нет, у меня вообще не так. Я пришел изначально в видео просто потому, что подумал, что, ну, звучит прикольно снимать видео, и за это вроде деньги платят. То есть все, я, у меня очень, очень тупая мотивация была для прихода в видео. Моя насмотренность по кино, то есть я никогда не смотрел там «Хатик», никогда не смотрел «Титаник», я только где-то год назад посмотрел фильмы Тарантино, типа, там, «Большой куш», вот это вот что, я не видел их до этого. Фильмы, которые я смотрел, это, типа, «Наша Раша», «Самый лучший фильм», ну, «Американский пирог», ну, то есть то, что вообще на художественность ни на какую не претендует, поэтому моя насмотренность в видео, типа, что какой-то там вкус, и это, она была около нулевая. Из-за чего я вообще захотел себе фотоаппарат впервые, там, это был, тринадцатый год, я тогда заканчивал школу, я сам играл в группе, там, это как у «Дэдкор», там все дела, короче, там кричим, короче, тяжелая, жесткая музыка, то, что надо для 50-летнего подростка. Это типа NSYNC, да, вот такой формат, такой стиль, да? NSYNC бы, кстати, примерно, да? Ну, там, типа, джент, дэдкор, короче, вот это вот что, вот это то, что ты назвал, это что-то незнакомое мне, это группа какая-то? Ну, типа, вот эти вот, знаешь, как модно сейчас, кей-поп, вот такое что-то, да? Ну, нет, это что-то типа... Бойсбэнды такие, когда там бегают, такие в шортиках коротких такие прыгают. Ну да, примерно, примерно, только там орут, крики, боль, кровь, вот это все, страдания, ну, короче, такая тема, то есть то, что нужно человеку в 14-15 лет. Нет, это знаю. Я думал, вот такое пейплее. Ну, примерно. Ну, короче, вот пока я этим всем занимался, это не приносило мне никаких там ни денег, ни популярности, ничего такого, но очень много приносило удовольствия. То есть в тот момент я понял, что вот что-то творческое, оно мне нравится. Ну, то есть что-то ты, когда что-то создаешь, и у тебя, наконец-то, начинает что-то получаться, это прикольно. То есть ты такой сначала сидишь, музыку пишешь, получается полная шляпа, то есть ты не разбираешься. А потом хоп-хоп-хоп, чуть получше, и потом там типа два человека в интернете написало тебе, о, прикольно, и ты такой, блин, а это я создал, это я научился так делать. Я, короче, еще в подростковое время понял, что вот что-то такое, оно мне приносит удовольствие. И в какой-то момент я подумал, блин, ну мы уже очень крутая вообще-то группа, вообще-то нам уже надо клип. Я пошел, короче, у разных, ну, там, знакомых, которые как-то там пытались видео снимать, спрашивать, что это, сколько стоит. Мое понимание классного видео на тот момент было, это размытый задний план. То есть если я видел где-то размытый задний план, я такой, вау, это как, ух ты, ничего себе. И я нашел такого человека, нашего знакомого, у которого в видео был размытый задний план. У него был Canon 550D и Helios объектив. Я такой, блин, это бомба, бро, сколько будет стоить снять нам клип? Он говорит, 200 долларов. Я такой, ну, в смысле доллар? Может, рублей? Ну, может, ну, в смысле 200 долларов. Ну, как ты хотел, за размытый фон платить надо? Вот, я такой, блин. А я вспоминаю, я в Sony Vegas как-то монтировал, короче, такой, что там снимать? Я говорю, бро, а есть ли камеры у тебя взять чисто? Я возьму камеру, сам сниму. Сам смонтирую, короче. Или ты приедешь, чисто снимешь, я сам смонтажу. Он такой, тоже 200 долларов. Че, какая мне разница? Я говорю, ну, ты, бля, сука, это Canon 550D стоит 400 долларов. Захотел он тут, это, пол стоимости своей этой камеры отбить. Ну, я, короче, бегу к родителям, говорю, слушайте, я заканчиваю школу, пожалуйста, подарите мне фотоаппарат, зеркалочку. Я буду фотографом, я буду там снимать видео, на этом бабки зарабатывать. Он говорит, ля, малой, иди в универ, учись, типа, какие тебе вот это вот все. Ну, смешишь, какие, типа, снимать и бабки зарабатывать. Я такой, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Короче, по итогу они жалились, купили мне Canon 600D, там, все там, типа, фулл кит. Ну, и я, короче, год пытался просто фоткать. Просто фоткал там бесплатно девочек каких-то, что-то там пытался делать. Выходила полная шляпа, вот. И потом я впервые попробовал снять видео, наконец-то. И я такой, блин, а что-то мой первый видос получился поприкольнее, чем все мои фотки, сколько я вот тут год пытался фотками заниматься. Видос получился поприкольней. Мне это как-то побольше понравилось. Плюс я на тот посмотрел, типа, что видеографов не так уж и много. То есть фотографов обосреться, каждая девочка там, типа, фотограф. А видоков там, типа, хоп, ну вот, пять штук, допустим. И я такой, то есть, получается, больше вероятность, что... Ну, вот я тут фотографом пытался год теребиться, никто про меня не узнал, типа, ничего не пришло. Я подумал, что просто здесь больше вероятности будет, что я заработаю денег. И как будто бы это уже поприкольнее, потому что за год фотки эти надоели. Поэтому, получается, мотивация сама... Ну, и куда идти в свадьбы? Ну, то есть самое тупое просто, типа, что я смог придумать, типа, где зарабатываются видео? Ну, то есть, есть же более сложные пути. То есть у меня есть знакомая, которая, например, Женя Семененко, он тоже, типа, отсюда из Беларуси, типа, он сейчас подписан как мама, это только для фото. Снимает офигительные клипосы, там, типа, и Моргенштерну клип он снимал, там, пару клипов, по-моему. Очень круто, стилево делает. Вот. И мы с ним вместе начинали, там, со свадьбы, с Canon 600D, там, типа, все, тут сидели в Беларуси. В какой-то момент он переехал в Польшу, и там что-то я смотрю, он какие-то тусовки непонятные снимает, что-то такое. Думаю, блин, бро, так бабок не заработаешь, типа, это как... А он именно какой-то свой андеграундный вайп, вот там, типа, снимал, в это все топтался, топтался, и вот, типа, пришел и красавчик, типа. Вот. И я вот таких вот вариантов других, кроме как пойти просто, вот, свадьбы, ты там снял свадьбу, тебе за это заплатили деньги. То есть я больше не видел никаких вариантов развития по видео. Ну, типа, кто мне за тусовки будет за какие-то платить, у чего упали. Ну и вот, поэтому никакой романтичной истории про то, что, типа, у меня была прирожденная тяга просто какая-то. Я там сидел в 4 года, анализировал, у меня был список моих любимых режиссеров, типа, я там подмечал все операторские, там, типа, и режиссерские приемы, там. Был невероятным фанатом мизан-сцены, особенно глубокой. Ну, типа, ничего такого не было и близко. Это все пошло в процессе. Естественно, пока у меня главная мотивация была, я, типа, здесь заработаю бабок. Естественно, ни прикольных видосов в этом не было, и бабок не было в этом. Естественно. Потому что я делал посредственно что-то без чего-то прикольного, без какого-то добавления творчества в это, без какого-то волшебства, короче. Вот. Пошло все, поехало, и как-то более про меня начали узнавать, и хоть более-менее прикольные ролики начали получаться. Это когда я начал находить прикол в визуале. То есть я такой начал смотреть какие-то фотки фотографов, они были какие-то пленочные такие, типа, вот эти вот, помнишь, видосы Рикардо Фасоли? Ну, это примерно те времена, но чуть раньше еще начали появляться вот такие же, вот типа, как Фасоли, да, у него там такие мрачные вот эти свадебные видосы, какие-то подобные начали попадаться мне, там, где-то в шестнадцатом году или в пятнадцатом, и я смотрю на эти видосы и думаю, не, ну это не может быть реальная свадьба. Это очень красиво, это очень классно, ну, типа, прям круто, но за это ж люди не платят деньги. Ну, то есть, типа, что значит, типа, свадебный клип, это не типа в ЗАГСе расписывается, а типа бегут по полю в слоумо, типа, ребята, и, ну, это красиво, конечно, но это вряд ли свадьба прям реальная, за которую бабки заплатили. Без ЗАГСа. Ну да, да, да. Вот, но в тот момент у меня начало ломаться именно вот это вот понимание про видосы, я понял, что, оказывается, можно делать и так, и это то, что мне нравится. То есть я начал видеть эти какие-то мрачные визуалы. Я когда помню, вот это ВЕВА, помнишь, да, вот эти всякие конкурсы? Да, 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 да. И я один раз там работу свою отправляю, там просто была типа свадьба для двоих. Ну, то есть там ребята просто где-то там, вот как ты говоришь, в поле бегут, они там обменялись кольцами, зачитали там клятвы, ну вот они так захотели, да, они женились, они там расписались там дома у себя, потом поехали куда-то еще, и мы там это все... Да, типа шесть лет назад. Ну, типа там, ну, короче, да. Они развелись, как бы просто закрепили видос на память. Ну, как бы это настоящая была свадьба, но она была вот такая, без друзей, без гостей, просто вдвоем там на Алтае мы там поехали и снимали. И я как бы эту всю работу подгружаю, и мне типа прилетает отказ, ну типа как бы она уже приняли, а потом они типа эту работу говорят, нет, мы типа ее у тебя не примем, потому что это типа не настоящая свадьба, я какой-то в смысле говорю не настоящая, она настоящая. Ну и, конечно, началось с ними обсуждать, они говорят, ну там нету обязательных элементов свадьбы, типа вот там утреневесты, там ЗАГС, там церемонии, я говорю, блядь, ну свадьбы-то разные бывают, ну не обязательно, что это будут церемонии. Они, конечно, мне это все отбраковали, типа мы не примем ее, потому что... Ты такой, сканы, короче, этих, типа, знаешь, документов из ЗАГСа... Ну типа да, то есть там до того дошло, что типа я говорю, так это ну а, я могу вот пара, пожалуйста, сейчас напишет, типа что это они, они говорят, не-не-не, типа все, мы ее сняли, она не подходит по формату, я такой, бля, ну что такое? Или знаешь, как эти видеографы, не верю, что ты стоишь столько денег, скинь договор, посмотрите, покажи предоплату. И, короче, да, это... Слушай, ты вот, значит, сейчас там много чего рассказал по поводу... Вот как ты думаешь? Ну да, чтобы тебе монтировать побольше пришлось. Да, да. Я просто хочу, чтобы меня тоже немножко было в подкасте, поэтому сейчас тоже немножко поговорю. Короче, ты вот, значит, рассказывал там про музыку, там вот что-то сидел. Как ты вот думаешь, вот сейчас легко ли людям, молодежи, назовем это так, да, потому что, ну уже да, наверное, это молодежь, там 18-20 лет, там, кто сейчас чем-то начинает заниматься. Легко ли вообще им не только, там, не знаю, видео, фото, там, музыкой, чем-то еще? Потому что я помню время, когда мне там было что-то типа 14-15 лет, я уже старый, это было очень давно, когда еще только компьютеры, программы всякие начали появляться. И я помню, когда я сидел там тоже, значит, писал музыку, там разные аранжировки там старался делать. И я помню момент, просто когда еще не было, знаешь, таких саундбанков, таких-то там классных звуков, и чтобы их найти, то есть мне сейчас ты можешь пойти купить любой там звук барабана какого-нибудь там супердорогой танки. Ну или там Free Sound Org. Ну то есть как, а типа раньше этого не было, раньше все было медишное, вот такое вот, типа вот там тарелка бьется, она вот такая вот типа. И то есть там, я помню, у меня был учитель по гитаре, и он такой чувак, короче, был он задрот, был он, короче, там все вот эти вот штуки, узнавал там где, чего там, записывал сам эти звуки, то есть там гитару какую-то брал крутую, там он под нее все записывал, чтобы у него потом, когда он музыку пишет вот в этом, да, в программе в какой-то, у него звуки были, те, которые нужны. Я помню там, когда, значит, он мне говорит, типа там какой-то нашел, типа сайт, на котором можно скачать там звук этих ударных, я помню там качаю, там все. Ну потому что типа было столько сложностей, не было там ничего, и ты там что-то приходилось тебе как-то там придумывать, как извернуться. А сейчас условно, там если ты музыкой занимается, там взял iPad себе мини, подключил, даже ничего к нему не подключил, там у тебя в каком-нибудь гараж бенде, тебя качаешь, у тебя все ударные, там нажимаешь, тебе гармонии, там сам все разводит, то есть тебе по факту там, не знаю, даже ненужное музыкального образования по факту там, ну то есть, примерно какого-то понимания там по слуху, там если слышишь, что соединяется, три кнопочки нажал, там у тебя трек собрался, я понимаю, сейчас музыканты мне скажут, да конечно, там да, прям нажал три кнопочки, ну. Вообще-то четыре, а то и пять бывает кнопок, слушай ты, дизлайк, отписка, блин. Ну типа знаешь, там у фотографов сейчас там куча нейросетей, там вот я со свадебщиками там общаюсь, они там жалуются, ой, да там вот мне так тяжело, я говорю, слушай, я смотрю вот то, что, ну я не вникаю так сильно, но вот то, что вижу там реклама нейросетей там для фотографа, типа какая-то значит Capture One, там они внедрили нейросеть, ты, конечно, закидываешь все фотки, вообще разным цветом, цветом, вообще все, нажимаешь ему типа сделать, вот по аналогии там вот, ну то есть, ты одну фотку сделал, и типа там пять тысяч фоток, он тебе херак, короче, все по балансу, и потом в Retouch for Me еще закидываешь, типа и говоришь, я вот ретушировал пять тысяч фоток, типа, ребята, ну-ка, ну-ка быстро мне плюс тысячу долларов. все сделал, вообще по факту, то есть, я вот смотрю на фотографов, думаю, брат, да вообще вы лентяи, что там делать-то, у вас все нейросеть есть, я вас жду, когда будет для видео какая-нибудь, знаешь, типа нейросеть, но которая поумнее, чем GoPro, там помнишь, которая видео сама там придумывает, там склеивает, нарезает. Слушай, ну уже же есть для премьера, вот я надеюсь, ты так и будешь монтировать этот подкаст, типа, есть же нейронка, плагин вот этот для премьера, который сам подкаст нарезает. поэтому я буду мучиться. Ну да, я сам сейчас с DaVinci, поэтому просто-просто сидим, блин, ребята с премьера вас столько унижали, вас столько унижали люди из Final Cut, вас столько унижали люди из премьера, ой, из DaVinci, я сам был таким пользователем премьера, которого все унижали, говорили, ты в старье работаешь, и что сейчас? Скоро будете галстучки менять через Generative Fill, через вот эту вот нейронку. Ну да, там столько всяких разных плюшек в премьере. Бешеные просто. Реально, скоро будет время, что... 15-го года какого-то по функционалу. Ну слушай, ну хотя бы уже за Color Finale не надо платить, и они произвели в Final Cut функции цветокоррекции. Они в прошлом году только добавили этот, или в позапрошлом, трекер, ну типа, если тебе какой-то элемент притречить надо, встроенный. Раньше это было, надо было плагин покупать, чтобы там какую-то, не знаю, ну какую-то херню притречить тебе, да, чтобы это все не вручную делать. Магнитный таймлайн зато. Ну он переплюнул все. Таймлайн. Все. Какие вопросы? Ну. Что вам там надо? Voice Isolation? Забейте. Что вам надо? Magic Mask из DaVinci? Забейте. Вам надо автомонтаж из премьера? Забейте. У вас же есть магнитный таймлайн. Да. Вот ты как-то думаешь, вот сейчас люди, которые там вот только, не знаю, начинают каким-то заниматься. Ну вот люди, молодые люди, которые начинают изучать в жизни, то такие думают, так, займусь. Это офигенно, на самом деле. Да хера всего. И мне кажется, еще сложнее, ты не знаешь вообще, что взяться. Повсюду у тебя нейросети, повсюду у тебя куча информации. Мы наконец-то, понимаешь, начинаем к сути приходить. Вот это наконец-то бомба. Потому что, ну, именно в плане сложности стать популярным, да, то есть, стало намного сложнее из-за доступности всего, да. То есть, раньше-то что, почему там, типа, условная Пугачева, типа, хоп, популярна, там, или вот этот вот певец, там, типа, или вот эта вот группа, да, потому что вот, вот только она и есть, как бы, ну, типа, хочешь что-то там, потяжелее, вот только условный слепкнот, да, типа, или там еще там, типа, что-то раньше, дальше. Ну, типа, все. То есть, только они как-то, получилось у них с какими-то студиями заколабиться, они ходили там, типа, непонятно как, то есть, на вот этих вот, все вот эти вот корпорации. А сейчас что, типа, чувак сидит с маком, накидал, типа, трючок, и, как бы, все, типа, собирают миллионы на Spotify, да, есть вот этот вот чувак, который, фонг делает Кита Шома, или как он там называется, короче, чувак, типа, я помню, во всех тиктоках, типа, вот эти вот фонговые треки, вот, это там, короче, русский чувак, он просто это сидит, он лицо нигде свое не показывает, никто не знает, никак его толком зовут, там пару раз он тиктоки снимал, где его лицо видно, там обычный чувак, и у него там треки, там что-то какие-то миллионы просмотров, просто каждый собирает, и он сразу разлетается по всем тиктокам, у него там прослушивание больше, чем у Моргенштерна, он сидит там, типа, и такой, я там, что-то, я что-то там себе музычку пишу, я не пою, я не выделаюсь, я клипы себе не снимаю, вот, иногда в тикток просто покажу, что я вот уже в Нью-Йорк переехал, и тут моя сейчас новая студия, типа, это круто, и в чем суть, типа, из-за того, что сейчас это все так стало проще, так стало проще выложить, как бы, свою музыку, да, типа, музыку эту написать, видосы стало проще снять, да, типа, что раньше было, человек потратил очень много денег на вот этот гроб на плечах, на кассетах, он уже молодец, ему уже можно заносить бабки, клиент страдает, потому что качество не получает никакого, он просто, это единственный человек в нашей деревне, у которого есть камера, все, только он может снимать свадьбу, больше никто, ну, то есть, остальные могут только запоминать, а у этого есть еще функция потом пересмотреть, вот, шикарно, сейчас, когда у нас в камеры, запихивается там в камеры бюджетные, в камеры начального уровня, в камеры потребительского уровня, да, типа, Sony Asimus 3, это по факту потребительская камера, которая для обычных людей, но просто она как бы флагманская, такого в кинокамерах, типа, старых, которые просто баснословных бабок стоили, там, типа, такого нету, вот, алексы, да, богоподобные, типа, вот эти вот суперлюксовые алексы, да, типа, то есть они, FX3, да, там сейчас Netflix approved стала, типа, алексы, специально им пришлось выпускать там, то ли алексу мини, то ли алексу мини ЛФ, чтобы пройти под Нетфликс, потому что у них не было камеры, которая 4К снимает, то есть, а у Нетфликса там, типа, требования, из-за которых все алексы, вот так вот, типа, отсеялись, это 4К, все, типа, Ари такие сидят, елки-палки, блин, ну вы что там со своими подписками, да, мы теперь шляпа, или что, мы теперь хуже, чем Panasonic, вот этот вот S5, или что там, как там, типа, вот, и сейчас вот эти возможности, то, что вот так оно есть, эти нейронки, которые вот эту вот всю технодрочку позволяют просто минусовать, это волшебно, потому что, да, сейчас не так ценно вот это вот технодротство, да, то, что там люди сидят, и там кропотливо раньше нарезали шнурки, да, там типа, или они кропотливо прикручивали один винтик к одной детальке, шикарно, что роботы меняют, да, это порождает кризис, типа, что безработица, то, то, но рынок перенастраивается, и люди занимаются более полезными делами, если это можно автоматизировать, шикарно, и к чему мы приходим, к тому, что видосов миллиард, клипов миллиард, качественного контента миллиард, да, то есть вспомни YouTube 14-го года, да, где, ну, чувак снял на телефон там, типа, в 140 рублей, и все, уже как бы, ну, хорошо, типа, он более-менее прикольно шутит, сейчас смотришь там, типа, это как человек собирает 20 просмотров, а у него 45 камер там, типа, все это в 4К, там, с каким-то классным светом, на какие-то шуры эти микрофоны волшебные, качество контента растет. что в 4К и в S-логе. Да, и людей уже не вдохновляет это просто, сейчас цепляет именно контент, именно суть, то есть как сделать так, чтобы среди 10 тысяч качественных треков, да, из миллионов просто, качественных по звуку треков, то есть таких качественных, что 10-20 лет назад таких качественных не было, как бы найти то, что станет популярным, все равно миллион треков не будет популярным, то есть какие-то единицы оттуда, вот и надо придумывать, надо выпендриться как во времена, когда, казалось бы, все жанры уже сделаны, все уже создано, уже, ну, ничего нового не придумаешь, ну, никакие звуки уже новые не придумаешь, все уже сделаны, и гитары, и по столу стучали, все уже сделали, как в этом, во всем создать что-то такое новое, что удивит людей, и вот тут подключается то, ну, во что непонятно, когда нейронки смогут, типа, вот в это вот конкретно творчество, а творчество это что? Это у нас субъективщина полная, то есть творчество начинается не тогда, когда мы по правилам в третье запихнули объекты, да, и мы сидим сейчас такие, типа, и вот по 180 градусов друг на друга смотрим, хотя сидим в разных странах, это, ну, типа, не про то, что мы монтируем это все по крупностям, нейронки это все смогут, и под динамику трека там, типа, монтить, а вот когда для создания определенного настроения в нужной штуковине эти правила взять и нарушить, когда специально взять, типа, смиксовать то, что, казалось бы, не сочетается, просто потому что, не потому что так написано в книге в какой-то, а потому что ты подумал, блин, а вдруг прикольно будет, ну, просто тебе показалось, какая-то твоя чуйка, основанная на твоей общей насмотренности и так далее, твоя чистая субъективщина, с которой, может быть, дофига людей не будет согласны, вот, это, возможно, по правилам вообще считается неправильным, но ты так попробовал, и ты создал что-то новое на этом. Вот это сейчас ценности набирает, и это, мне кажется, крутая тенденция. То, что, наконец-то, базовое классное качество у нас стало доступно каждому, это шикарно, типа, давайте теперь как-то наполнять это смыслами. Так, Жак, знаешь, допустим, вот там пишет там поэт стихи какие-то, да, вот как нейронка может написать о каком-то переживании, то есть человек жил, у него какие-то были там, не знаю, всю жизнь какие-то там проблемы, там еще что-то, и на основании этого у него сложилось такое какое-то мировоззрение, он пережил какой-то там тяжелый момент, веселый момент, и он там написал какие-то строки, которые передают вот его эмоциональные. Как нейронка там, да, к примеру, сможет, не знаю, проанализировать тонны этих стихов, и пережить какой-то момент, чтобы написать тоже какую-то там интересную вещь. Как вот, к примеру, знаешь, там это, люблю историю всяких там рок-звезд, просто там музыкантов, ну, биографии их изучать, там, как они там росли, что там было, и, значит, я про это, про Курт Кабейна смотрел, и там типа, что у него там всю жизнь были там проблемы, там его в детстве там какие-то были там, у него проблемы там со здоровьем были, поэтому он там глушил наркотиками, чтобы там, ну, конечно, у человека были реальные проблемы, он там херакс там за сколько там его творчеству, там жизнь, ну, такую глобальную, там за 10 лет написал там столько там хитов, которые там до сих пор популярны, но человек был несчастный, и, собственно говоря, поэтому ушел там, потому что его никто не понимал, он там ничего не мог сделать. Сможет ли нейронка когда-нибудь так прочувствовать, понять жизнь, что что-то такое написать? Слушай, прочувствовать, понять жизнь не факт, да, именно вот в плане метафоры, ну, то есть это надо что-то прям очень сильное создать, и вряд ли так, как работают нейронки сейчас. Но, вот, я думаю, что всякие феномены, типа инстасамок, типа, например, фейс, молодой, который, да, то есть это все было, фейс это была русификация, по сути, лилпампа, да, то есть, а инстасамка, это русификация карди би, то есть она просто как бы перевела тот вайп, попыталась перевести просто то, что стреляло там, типа, и перевести сюда, да, типа, фейс вот этот, который именно молодой, там, который Запад ронял, типа, та же самая история, то есть он просто брал лилпампа, его и длибы там тырил, и всякое такое, то есть такое нейронка спокойно сможет сделать, то есть перевести текст в стиле такого-то рэпера написать, то есть как он обычно, там, какие приколы панчи берет, как он обычно пишет бит, в чем его фишка, да, типа, проанализировать это, и повторить по референцу что-то подобное, нейронка уже умеет, и вот в этом есть надежда, что тогда такие, ну, типа, при всем, как бы сказать, уважении, да, типа, к инстасамкам и так далее, но типа по факту, это такие более вторичные продукты, из-за того, что, то есть по факту, это является именно переводом, инстасамка, прости, пожалуйста, если ты смотришь этот выпуск, и даришь нам на этот выпуск 401 просмотр, вот, может быть, у тебя настолько много времени, и ты решил на нас посмотреть, и ты говоришь, че, бля, охуели, бля, не знаю, сказали, что это вы второсорты, бля, у меня клипы собирают по миллиону просмотров, извини, пожалуйста, нас, мы просто пытаемся сейчас похайпить на твоем имени, прости нас, пожалуйста, пойми нас, ребятов, ребятов, ноунеймов, это все вообще, Леня и придумал, я вообще ни при чем, алло, заранее прислал вопросы, я к тому, что эта штуковина, она должна потерять актуальность, потому что, ну, нейронки смогут это все заменять, да, уже есть, типа, на русский язык кто, на русский язык кто, да, типа, нейронки перепевают голосом и в стиле металлики, там, вот эту вот царицу, там, это все уже есть, и это прикольно, то есть она может то, что ты ей попросил, типа, сделай так в стиле того-то, уже можно, это шикарно, то есть это улучшится, станет еще более качественным, отлично, отлично, и вот останется тогда, что ценным останется, значит, это потеряет ценность со временем, и станет ценность вот там, где как раз таки упороться кто-то свои переживания непонятные, очень уникальные, да, он возьмет и попытается переложить в какие-то бытовые метафоры, которые, казалось бы, вообще не про это, он как будто бы затрагивает глобальную проблему, типа, например, Кис-Кис, да, типа вот эта вот группа, которая тоже хайпанула, и у них там треки, ты слушаешь текст отдельно, и ты думаешь, блин, текст просто про какую-то дебильную подростковую фигню, хотя, по сути, между строк читаются там, типа, посылы, которые там, например, про домашнее насилие, про какой-то абьюз и так далее, по сути, про это говорят, но языком, типа, как будто бы они рассказывают совершенно про другое, то есть вот такие тонкие метафоры, типа, прикинуть, и клип при этом метафору делает на совершенно третье, но все оно объединяется, и как бы оно по сути вот этому вот посылу, который между строк идет, но все смотрится, как будто бы, как будто бы все это разное, как будто бы, если так посмотреть, типа, очень в тупую, как мне кажется, нейронка и посмотрела бы, и не изучала бы глубоко, так, типа, эти все подтексты, она посмотрела бы так, так, поется, ага, ага, поется про то, что подростки бегают, что-то курят, там, бухают, и, короче, ведут аморальный образ жизни, понятно, такие песни я могу писать, а там не про это, он таким языком, но посыл совершенно другой, и как раз таки, правильный посыл, через неправильные слова, ты такой, блин, прикольно, вот, и вот, когда получатся вот такие сложные метафоры, которые, ну, понятны именно людям, как к этому обучить нейронки, вот это, мне кажется, вопрос, как именно обучить творчеству в его понимании, а творчество состоит из ошибок, из суперсубъективного и чего-то нелогичного, да, когда вот это вот волшебство, так сказать, работает, но, по сути, ты просто пытаешься, я видел это тут, я видел это тут, по-моему, должно получиться, если соль добавить в мороженое, ну, вот, и хоп, и получилось прикольно, хотя, казалось бы, странная идея. Ну, мне кажется, знаешь, это вот эти все, эти помощники, они, конечно, упрощают жизнь, с одной стороны, с другой стороны, усложняют тем, кто вообще ничего не понимает в этом, например, я там сопротивляюсь, знаешь, я такой старовер, такой думаю, да, раньше вот справлялись мы, что там сейчас, вот мы, не нужно нам это ничего, но, и как бы, я понимаю, что есть люди, хотя я не считаю себя каким-то отсталым, да, в плане, но я вижу просто людей, которые там, все эти нейросети, только появляются нейросети, они тут же там все изучили, там, что-то куда внедрили, там, что-то сделали, а я такой, в конце иду, такой, а, окей, ага, я понял, это все понял, узнал, это можно сюда, это можно сюда, но я понимаю, какой процент людей, которые вообще, даже про чат GPT еще ничего не слышали, хотя уже там, большинство людей, им там много чего там пишут, делают, и я понимаю, что просто опять же, будет какая-то группа людей, таких, которые прошарены, которые, знаешь, такие, типа, ага, я, значит, все, такие наши первые, которые все, как я в свое время, когда в моем там дворе, никто вообще не знал, что такое там, ну, не умел ни на чем играть, на каком инструменте, а я там играл на фортепиано, на гитаре, там, ударный, если купил, все, писал, сидел, какие-то программы установил, и на меня такие все смотрели, типа, что ты там вообще делаешь, там, постоянно гремишь, там, в этом, в окне, там, закрой окно, чтобы тебе не слышно было, и то же самое, что сейчас вот люди такие, раз, какие-то такие, знаешь, сидят там, что-то написали, сделали, ну, я к тому, что кому-то это поможет, тебе там меньше времени понадобится, чтобы достичь и проявить свои какие-то внутренние потенциалы, а те, кто ничего не хотел, ничего не может, ничего не интересуется, они как сидели, так и сидят. Ну, не, слушай, прогресс в любом случае до всех дойдет, уже доходит, то есть, как бы, мы сейчас по нейронкам, я считаю, на такой, типа, на около финальной стадии закрытого бета-тестирования, это что значит? Ну, типа, что, в целом, для всех людей они закрыты, они просто знают, что где-то они есть. Чарджи 5, что, как туда зайти, непонятно, Миджор, никакой Дискорд скачать, вы что, упоролись, типа, фотошоп генерейте, фил, это что, за подписку платить, и это бету надо качать, а не обычную версию, то есть, это все закидывается вот так вот, ну, то есть, для гиков, да, то есть, которые будут изучать, и это, и они получат за это свой профит однозначно, будут сидеть там условные ретушеры фотографий, и ретушировать просто, но они просто средние, они не супер классные, они просто средние делают, тратят на это очень много часов своего времени, просят за это бабки, да, и при этом понятие не имеет, что даже лучше, чем они делают на своем таком, типа, среднем уровне, могла бы делать это все условное retouch for me, да, и, типа, они могли бы эти бабки получать, не дотрагиваясь до мышки, вот, и делать это все просто супер шустро, ну, вот это их наказание, как бы, за это, но все равно нейронки, которые, ну, супер классные, нужны всем, так сказать, и то-то, в юзер-френдли они тоже превращаются, например, смотри, сколько уже масок там в ТикТоке, в Инстаграме, там еще где-то, которые на нейронках, обалдеешь, то есть, люди не знают, как зайти в чат Джапити, но они пользуются этим, да, то есть, у нас, типа, вот, вот, в Капкате есть вот эта вот подвязка к хайпик, это, типа, их там содружественное, это какого, и тут нейронками обрабатываются фотки, всякие, типа, вот эти вот аутофил, когда, типа, увеличивается изображение, вот, ты тут можешь сколько угодно раз сделать, это просто приложение, то есть, это просто запихнуто сюда, ты можешь себя превратить в аниме-девочку, какие там нейронки, ты даже не знаешь, то есть, это уже сделано юзер-френдли, то же самое, да, в телефоны как, вот эти вот все киноэффекты, там, прочее, или там Самсунги как Луну дорисовывают, да, то есть, люди не знают, что такое нейросети, но они там уже работают, и создают им впечатление, что, вау, мы тут Луну сняли, на Самсунг новый, со стократным зумом, ура, то есть, это все приходит, то есть, даже смотри, в профессиональный софт, это приходит, вот это самое радостное для меня, то есть, сначала, все эти функции тестируются, вот так вот, начинают тестироваться массово на всяких масках, всяких там, типа, сервисах и так далее, вот, а потом, так сказать, лучше из этого доходит полноценными функциями в софт, взять DaVinci, например, там есть Magic Mask, обалдеть, раньше надо было ротоскопить все попиксельно, то есть, типа, обводить пером, сейчас просто линию вот так вот обвел, вот этот человечек нажал кнопку, оно все третчило, убрало задний фон, даже если это не зеленка и так далее, ну, бомба же, бомба, релайт там есть, по нейронке выставляется карта глубины, по сути, ты можешь снимать, но айфон не в кинорежиме, а потом сделать, простроить в DaVinci карту глубины, вот, ее немножечко почистить, типа, и сделать прям трушную бакешку, не вот это вот киноэффектом, который в лайве сделается, ты можешь это потом доделать на посте, нифига себе, ну, то есть, это все добавляется и в профессиональную сферу, и они доходят, доходят даже до людей, которые, то есть, они не искали никогда чарджи бити, никогда такого там не пробовали, вот, оно доходит, что вы пытаетесь мне дозвониться, не звоните мне, подкаст пишем, вы что, не звоните, слушай, ну, давай отойдем от нейросети, а то мы что, долго про них разговаривали, давай теперь перейдем, да, придется подкаст назвать типа нейросети, обсуждаем нейросети с людьми, которые не шарят за нейросети глубоко, не пользуются ими толком, просто решили обсудить, типа, зайдет, ты слышал про нейросети, да, что-то было, что вы там вообще понимаете там, вы что там понимаете вообще, там накидают в комментарии. Ребят, я пару стримов вел про нейросети с нейрохудожниками, они мне рассказали немножко, я вам перескажу эту информацию, буду выглядеть в ваших глазах немножечко экспертом, так что не переживайте, контент будет. Вот скажи мне, ты как уже человек опытный, который уже прошел большой путь в видеосъемке, у тебя уже есть свой продакшн, вот человек, который сейчас сидит такой, послушал нас про наши нейросети, дослушал до этого момента и такой думает, я вот хочу, не знаю, там заняться чем-то, там съемкой, музыкой, художеством, там еще чем, ну чем-то творческий человек такой, да, вот у него какой-то есть порыв, но он типа вот что-то сомневается, какой бы ты мог бы дать ему совет, вот что, с чего ему начать, как ему двигаться, стоит ли ему там, не знаю, слушать кого-то, не слушать, ну вот что бы ты мог посоветовать этому человеку, чтобы он решился, может быть, не знаю, ну, правильно ли такой давать совет, но вот какой бы... Да, не, у меня на самом деле, это вопрос, отличный, потому что позволяет мне сделать внеплановую интеграцию своего ютуб-канала на 400 подписчиков, чтобы твои подписчики сделали там 420 подписчиков, не вырезай, пожалуйста. Короче, я просто вот сейчас как раз собираюсь писать выпуск на эту тему, вот, и там я решил сравнить и платное обучение, и бесплатное там типа и так далее, и если бесплатное, то как вообще обучаться, вот, поэтому, непонятно, кто быстрее смонтирует это, ты подкаст или я выпуск, непонятно, может быть, одновременно, поэтому, может быть, уже на моем каналчике, ссылка, я надеюсь, уже в описании. Затравочку такую, скажи такую, вот так, в трех словах, типа, чтобы ты, потому что подкасты... это затравочка, это затравочка рекламной интеграции, потому что должна быть, спонсоров у нас нет, никто нам бабок не занес, мы должны хотя бы сами себя пиарить, вот, а так, в чем, на самом-то деле, какие важные методы, важные пункты? Первое, это насмотренность, супер важная штуковина, супер важная штуковина, и любой из вас может прокачивать насмотренность свою, не имея ни камеры, ничего. Заходите на условный Vimeo Watch, на Vimeo.com, например, там раздел Watch, это все бесплатно, регистрироваться даже не обязательно, там есть раздел ставпик, это вообще легендарные видосы, и просто там есть категории, там везде супер классные видосы, куда ни тыкни, короче, вам контента хватит просто на всю жизнь, и вы просто берете и в день по 30 минут уделяете, так сказать, время на то, чтобы просто смотреть видосы. Хотя бы просто смотрите видосы, если вы так 2 месяца продержитесь, сделать, вот те, кто реально хочет прокачаться в видосах, возьмите, не поленитесь, 30 минут в день 2 месяца, сделайте себе такой челлендж, просто берете, смотрите по 30 минут в день вот эти классные видосы, вы обалдеете, через 2 месяца ваша насмотренность будет просто на каком-то невероятно другом уровне. И насмотренность это суперважная штуковина для чего? Вы можете не знать теорию, вы можете не знать, как называются правила композиции, что такое зонная теория Адамса, что такое типа правила монтажа какие, Соколов или как там, типа монтаж, что-то слышал, но не читал, одобряю, но не читал. То есть вы можете не знать, как называется это все, но просто на уровне ощущений вы будете чувствовать, что лучше бы объект в кадре немножечко вот сюда подвинуть и будет получше. Вы не будете знать, что это вы сейчас по правилам композиции по такой-то схеме сделали, потому что вы их не знаете в теории, но просто вы уже насмотрелись на эти классные видосы и вы уже смотрите, вот так как-то вам некрасиво, вот так красиво. Когда у вас хорошо прокачана насмотренность, вы можете больше доверять своим вот этим вот, блин, ну давай, может быть, так попробуем. И очень много девочек, которые, ну никакого сексизма, просто вот как-то так получилось, что очень много девочек, которые не так любят техническую дрочку эту всю, типа там математика и так далее, давайте изучать все эти законы. Вот, они любят красивое видео, красивый визуал, типа вот это вот все смотреть, и они делают обалденные, снимают и монтируют обалденные видосы, они не знают, что такое фокусное расстояние, что такое диафрагма, что такое это, но при этом стоят хороших денег и делают хорошие продукты просто на ощущениях, а не просто так, ну вот на этот объектив как-то поприкольней, а вот так, если я отсюда сниму, то как-то и прикольно. Ей будет сложно объяснить, как она сделала такой визуал, ну то есть объяснить кому-то, чтобы кто-то понял, потому что в ее понимании это волшебство происходит, у нее чистое творчество. Но вот так просто рассказать, это все из-за насмотренности. Поэтому это суперважный пункт, без которого нельзя. У вас может быть хорошая практика, у вас может быть хорошая теория, но если нету насмотренности, вы будете делать хорошие технические ролики, но скорее всего колхозные. Второе, это собственно теория. Как бы насмотренность это супер круто, без нее точно нельзя. Теорию в целом можно исключить, конечно, как я уже говорил до этого, но все-таки намного проще понимать, типа когда ты знаешь правила игры. То есть ты постоянно изобретаешь велосипед и думаешь, вау, я тут придумал вот так, я тут придумал вот так, а оказывается все это уже давно выдумано. Все виды матчкатов, все виды джампкатов, все виды элькатов, джейкатов, зачем нужны, какие переходы, какие крупности бывают, как они друг с другом смонтируются, как сочетать цвета, какие цвета сочетаются, там типа какую экспозицию нужно держать на лице, чтобы картинка была правильной экспозицией, а что это не на экспонометр надо смотреть. То есть все это давно прописано во всех правилах. То есть поэтому теория это классная штука, но чтобы просто это понимать и избегать вот этого, что каждый раз какое-то усилие делаете с надрывом, думая, что вы сейчас изобретаете велосипед. Нет, нет, скорее всего, типа делая красивый классный киношный визуал условно, вы просто соблюдаете какие-то правила и вот оно так выходит. Поэтому теория классная штуковина для понимания. Опять-таки теории сейчас бесплатно найти, можно ну миллиард YouTube каналов, миллиард статей всяких, книги все эти, типа которые раньше только купить можно было, они сейчас бесплатно валяются. Просто бери, не хочу. Если у вас достаточно усидчивости и достаточно мотивации отсеивать, так сказать, там какую-то сомнительную информацию от прикольной, то это отличный вариант, можно даже бесплатно эту теорию прокачивать. Третье, это у нас практика, без практики вообще никуда, потому что, ну а что толку, типа, ты насмотренность прокачал то-то, но ты никогда камеру в руках не держал, типа, как ты научишься снимать, никогда не снимая. Мне так бывает, ребята спрашивают, блин, класс, а как мне тогда, типа, взять заказ за бабки, ну, типа, без портфолио? Ну, типа, ну, типа, что вы тут говорите, вам надо портфолио, чтобы искать заказы, типа, а как без портфолио? Думаешь, ну в смысле у тебя нет портфолио? Блин, так а с чего ты взял, что ты там за тысячу долларов или, ну, там, типа, за сколько там сможешь снять видео, если у тебя нет портфолио? Если у тебя, ну, если ты хоть раз так снимал, значит, у тебя есть результат какой-то, значит, ну, положи его в портфолио тогда. Если у тебя ничего нету, такая, а с чего ты взял, что у тебя получится, ну, тогда? Поэтому практика супер важна. Опять-таки, чисто на практике и плюс насмотренность можно исключить теорию, потому что вы постоянно пытаетесь, постоянно это, какая насмотренность у вас повышается, и вы просто вот на этих вот методах тыка, хоп, и уже научились, типа, делать какие-то прикольные операторские движения, которые, естественно, по каким-то определенным правилам, но вы эти правила не знаете, они у вас как-то прикольно, все красиво получается. Вот. И последнее, супер важное для того, чтобы не быть крутым спецом, никому нафиг не нужным, который не зарабатывает бабок, это вам нужны коннекты, вам нужны связи, вам нужны, вам нужны знакомства, вам нужны коллабы, вам нужны софт-скиллы, то есть вам нужно уметь себя упаковать, продать, заявить о себе, чтобы про вас услышали, вам нужно быть прикольным, интересным человечком, вот, с которым приятно работать, чтобы все вас хотели советовать, и эти коннекты вам нужно находить. Многие любят обесценивающе говорить, типа, блин, ну, ему хорошо, у него там связи, у него знакомства, вот он, конечно, почему бы ему не снимать вот такие вот клипы. Ну, а оно ж как-то так и получается, что все люди, они рождаются сразу со знакомствами, вот тут, я не знаю, у Спилберга родился сын, и ему уже контракты прописали, типа, из-за того, что это сын Спилберга, ему уже контракты прописали, типа, на все фильмы, типа, все, для Марвел он тут снимает вот этот сезон и так далее, потому что, ну, а че? Типа, нет, нет, даже у сына Спилберга изначально нет у всех, ну, ему, естественно, попроще, если он захочет в видео ворваться, естественно, попроще, но по факту все коннекты, они набиваются, то есть все мы стартуем от того, что мы ноунеймы, то есть я начинал видос, я полный ноунейм в регионе, типа, потом я пытался как-то запихивать себя в каждую дырку, как-то там показывать, что я делаю, с кем-то общаться, кому-то доказывать, что я не шарлатан, а нормальный, адекватный человечек, и так появлялись первые какие-то друзья, знакомые там и так далее это так делается, это супер важно если этого у вас не будет, то ну, не удивляйтесь, что вы можете бесконечно круто монтировать снимать и так далее, и вам кажется, что блин, ваша мама говорит, что вы вообще бесподобный видак, но почему-то вас никто не заказывает, скорее всего поэтому поэтому это сколько, пять пунктов? пять пунктов получается супер фундаментальных, это, давайте еще раз, это насмотренность, это теория, это практика, это четыре пунктов получается получается четыре, это получается связи, коннекты, то есть это софт-скиллы, то есть это прям полностью необходимый спектр, чтобы вам гарантированно прям стать востребованным специалистом, ну то есть все, вот просто вот если вы все это сделаете, все, как бы нет других вариантов, вы станете востребованным спецом, потому что, ну а какие причины, чтобы не стать? Ты знаешь, как частенько, я вообще критику в комментарии, в критике, критике, господи, слова забыл, ты вот говоришь, говоришь, у меня слова потерялись, когда знаешь, в ютюбе там какие-то пишут, ну там в ютюбе в основном сидят такие люди грамотные, да, всегда знают, что и как. Ребят, мы вас любим, наши все 400 просмотров, каждого из вас мы обожаем и скорее всего знаем, потому что вряд ли к нам приходят новые люди, это все наши знакомые. И когда, знаешь, там какие-то люди пишут какой-то комментарий такой там, и я вот думаю, знаешь, я очень отношусь к критике нормально, когда я, допустим, понимаю, что этот человек, если этот человек в этом что-то понимает, он такой типа уже какой-то, не знаю, там специалист, вот, допустим, ты возьмешь, вот, будешь листать мои видео в ютюбе, у тебя окажется столько свободного времени, что ты такой зайдешь на мой ютюб-канал, посмотришь все мои видосы и под каждым напишешь, ты знаешь, вот тут можно было бы композицию сделать по-другому, а тут ты немножко экспозицию там подправив, тут у тебя цветокоррекция, и ты бы к каждому видео сидел бы, вот это было бы, я понимаю бы, тема, то есть я понял бы, что да, человек, который что-то понимает. Это что же... Не-не, я к тому, что, а есть люди, которые, типа, вот им заняться нехера, они вот почитали, как вот ты говоришь, книгу там по композиции, по вот этому, по монтажу, я тоже ее как-то когда-то читал, что-то так поверхностно. Я, кстати, не читал, например, кстати, я не читал. Ну, я так, примерно там основные моменты такие узнал там по правилам там вот этих вот, знаешь, ну, базовые вещи. Я ее по ютубу понял, читал, типа там сказал кто-то в ютубе, что по Соколову, короче, 180 градусов правило называется восьмерка, это также, типа, камера должна... А, и такой, а, все, спасибо, я прочитал книгу. Ну, я про это правило сначала узнал, мне видики, которые там, знаешь, я когда в это все входил, мне такие староверы такие говорят, ты что там снимать, нельзя не так, вот это надо вот так, вот это так, восьмеркой снимаем. Но они также и говорили, что, типа, если ты снимаешь на стабилизатор, то нужно снимать только на ширик и с мануальным фокусом на расстоянии метра. Ну, вот видишь, это вот как раз пример, вот если мы вернемся сейчас в обучение, это как раз пример ребят, которые насмотрены на свою не прокачивали, а вот в теории и практике у них явно вот так, то есть у них жизненного опыта вот столько, а толку от этого ноль, ну, то есть актуальными специальными их не назовешь. Недавно мне комментарий прилетает на видео, не знаю, я заблокировал этот человек или нет, посмотрит он это видео или нет, но он, типа, начал мне какую-то комментировать по поводу моего видео, я вообще отношусь к непрошенным комментариям очень негативно, то есть я тебя, блядь, вообще не просил ничего мне комментировать, я не выставил работу, сказал, ребята, это мой новый шедевр, пожалуйста, оцените его, напишите мне каждый, что вы об этом думаете в личку, пришлите мне угрозы какие-то, что я вообще должен бросить это дело. И когда мне человек что-то пишет, я захожу и думаю, может быть, действительно человек, ну, как бы вот потратил свое время и решил мне помочь, чтобы я стал лучше. Я захожу и понимаю, что человек ничего не понимает, знаешь, потому что очень часто много встречаешь таких людей, которые в теории вот знают все, они знают, как устроена камера, как у нее работает матрица, выдержка, диафрагма, все это, как это все соединяется, там, какие... Люди, которые любят тратить полезное свое время. Да. Сколько стопов эта камера имеет, как тебе правильно нужно в теории, как тебе правильно нужно снимать. Но если они возьмут камеру, вот то, что ты сказал, вот этот пункт они пропустили с практикой, они заострились на пункте с теорией, и они когда берут камеру, и потом такая шляпа выходит, и они такие думают, не, я лучше буду дальше комментарии писать, сидеть на диванчике. И вот меня это так вот поражает, что люди не тратят свое время вот на такую вот херню, вместо того, чтобы пойти и полезным чем-нибудь заняться. Слушай, вот я с тобой на самом деле здесь не соглашусь. Это хорошо. У меня была такая штуковина раньше, вот, меня это задевало, вот, если разобраться с точки зрения психологии, это вот как раз-таки происходит из-за того, когда ты о себе не сформировал достаточное мнение, вот, типа, сам о себе о своем продукте, и когда у тебя, блин, как-то, и когда ты сам себя любишь обесценивать, вот. В чем прикол? То есть, например, как у меня это происходит? Мне, если пишут там, типа, даже если кто-то напишет негативный комментарий, но пока нет, у меня это пока по 20 комментариев, например, на Хохлов Саботовский, когда я вел выпуски, там, типа, прилетали какие-то, типа, о, что за колхозник, типа, верните нормального ведущего, да, вот, при этом есть комментарии, которые пишут, блин, что за харизматичный, прикольный человечек, прикольные шутки, да, вот, я, меня это вообще не задевает, потому что, ну, во-первых, спасибо, ребята, вы добавили еще один комментарий, класс, ну, то есть, вам настолько, ну, задела моя персона, что вы добавили там 5 комментариев, блин, шикарно, в рамках, в рамках 20 комментариев, это прям, ну, нехилый буст комментариев, Ютуб думает, вау, какой ролик, интересные обсуждения начались, и там еще 20 просмотров добавит, шикарно. На самом деле, если бы мне даже опытный человек начал бы публично писать, что, типа, блин, поменяй композицию, то-то, то-то, а что со светом, типа, лучше бы сделал так, я бы не воспринял бы это как что-то доброжелательное, точно так же, как и типа хейтера, то есть, я бы воспринял бы это как, типа, какие-то закидонные человека, то есть, тот, кто, если бы я кому-то действительно желал добра, я бы, например, посмотрел бы твой ролик, да, увидел бы там, что, блин, по экспозиции, если бы так сделать, то было бы лучше, я бы написал бы тебе в личку и сказал бы, блин, братик, слушай, там, если вот так сделать, вообще будет развал, типа, как бы видос прикольный, да, я бы бутербродом раскидал бы это, что я бы сказал, блин, видос мне в целом понравился, тема прикольная, но если бы немножко подсократить, поджать монтаж, чтобы было это поддинамичней, музыку, вставочки добавить, типа, если бы там по свету вот так добавить здесь, блин, это вообще была бы песня, ты бы точно не оскорбился бы, и это могло бы пойти тебе на пользу, то, что я возьму тебе в комменты под ютубом, буду пытаться выпендриться, что как будто бы я такой весь знающий, а ты не знающий, без разницы, я снимаю хорошо или плохо, без разницы, это все равно непрошенный совет, который по факту, ну, не вносил он доброго посыла, я просто хотел выпендриться на твою аудиторию, что, типа, смотри, а я вообще-то знающий, а ты не такой знающий, в любом, не важно, классно я снимаю или нет, вот, и здесь очень важно мнение, типа, чтобы у тебя было мнение вообще о себе самом, например, я понимаю, что, блин, да я прикольный чувак, типа, я старался как-то в шуточки, в какие-то мемы в тиктоках, там, типа, я старался, учился говорить с людьми, я учился как-то на камеру разговаривать долгое время, мне было страшно и так далее, я дошел до того, что, блин, мне прикольно, меня это прикалывает, я просто такой, какой есть, мне забавно, я понимаю, что какие-то люди считают меня харизматичным, прикольным, а какие-то считают меня недалеким, там, типа, и просто какой-то дебилый ухожник. Совсем, да, это понятно. Да, поэтому, типа, ну, как я могу на чью-то субъективщину, ну, то есть, как она меня может задевать, это нормально, что кому-то не понравилось, да, мои ролики, например, да, для кого-то мои ролики могут быть вау, это что-то богоподобное, это что-то невероятно крутое, да, для каких-то ребят это будет, блин, так а что это за фигня, типа, разоваров-то было, а для каких-то это будет, блин, ну, это вообще ни в какие ворота, какие мои ролики-то да, а мои ролики, они нормальные, то есть, это то, что я делаю, типа, просто это для меня нормально, то есть, я хотел до этого дойти, раньше я бы не поверил бы, что я научился так снимать и до такого дошел. Сейчас для меня это просто норма, и мне хочется чего-то большего, и вот это тоже то, что я хочу чего-то большего, это не что-то такое, что типа, знаешь, блин, я лох сейчас, вот я, потому что не Спилберг. Нет, это типа класс, я хочу еще додоптаться, у меня еще присутствует планка интереса в этой сфере, я еще могу идти, 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 и когда-нибудь стану еще круче. Вот, но я уже молодец, я уже добился вот такого, типа, раньше был похуже. Поэтому я стараюсь всегда сначала сформировать вообще мнение, типа, о себе, о своем продукте, о своих там выпусках, типа, о том, какой я человек, типа, задавать постоянно себе вопросы, а точно ли я в мудака не превращаюсь, типа. То есть как-то именно по моему мнению, по моему мнению, не типа, объективно ж не поймешь, ну, то есть объективно нету злодеев или типа там хороших, супер и так далее, то есть да нету. Ну, то есть, типа, человек, который, там, не знаю, когда-то сбил человека, а потом, типа, закидывает очень много денег в фонды благотворительности. Он хороший человек или плохой? Да непонятно. И я два сейчас для того, чтобы вас в замешательство ввести, две ситуации, как бы, плохую и хорошую, как будто бы, привел, как будто бы это должно дать вас натолкнуть на ответ. Это не ответы, он непонятно какой человек. Типа, важно, какой он там для себя, для своих там мам, пап и так далее, скорее всего, он хороший, и так далее. Вот, типа, для кого-то другого, кто-то ему завидует, кто-то там еще, чего они считают его таким. И я про это не говорил, какие еще есть уравнения, ну, какие есть переменные, а их миллиард. Тот факт, что он кого-то сбил, а может, он сбил, типа, того, кто шел детей убивать. Ну, типа, да непонятно, ну, непонятно, ну, то есть, сделал он это специально или он потому, что не справился с управлением, у него там что-то случилось, там, типа, и он вообще там не может найти себе жизни. А в благотворительные фонды он закидывает деньги. Почему? Потому что, типа, он такой, блин, у меня очень много денег, я пытаюсь так, может быть, обналичить грязные бабки, вот, типа, либо я так пытаюсь почистить карму. В любом случае, какая-то мотивация есть. Ну, типа, здесь, как бы, сами поступки, какой они для кого имеют окрас, это важно, да, окей. Но по факту объективно не скажешь, кто хороший, кто плохой, кто, типа, чьи видосы классные, там, это что киношно, что не киношно. Поэтому, блин, что толку тратить жизнь на эту философию? Фокусируйтесь просто на себя, старайтесь сделать так, что вам по кайфу, вот, ищите увлечения, которые вам по кайфу. Показалось, что видосы снимать прикольно, идите снимайте, и все, и не дурите себе голову. Супер. Немножко философии добавили. Да, да. Ну, давай подытожим. Не знаю, сможешь ли ты что-то посоветовать, я думаю, да, может быть, у тебя там время есть еще на камере? Да нормально, 40 минут еще камера может писать. Еще флешки есть, что ли, смотри. Мы можем 10 часов писать. Не, я планировал сегодня еще один для YouTube выпуск быстренький снять. Поэтому надо будет сейчас... Ну, короче, такой вопросик. Как, что бы ты мог посоветовать в плане, не знаю, прочитать? Я всегда у всех спрашиваю, стандартный такой вопрос, на всех подкастах, на всех интервьюшках. Что бы ты мог посоветовать прочитать, посмотреть какое-то, не знаю, может, какое-то кино, которое ты посмотрел, не знаю, там, какой-нибудь, бля, пример, там, не знаю, Хичкок, ты какое-нибудь кино глянул, такой, все, оно поменяло мою жизнь, я теперь вообще по-другому смотрю, не реагирую на негативные комментарии в YouTube, и вообще я стал лучшим просто вообще по своему представлению. Что-то такое, может, я какую-то там музыку послушал, может быть, тебя вдохновило. Потому что я вот, например, очень люблю слушать музыку, и она мне помогает, не знаю, как-то так... То есть я вот с утра послушаю музыку, там какую-нибудь интересную видюшку посмотрю, меня это прямо так вдохновит, я такой, блин, круто. Ну, это такой, знаешь, такой быстрый такой заряд энергии. То есть с утра такой раз, ты зарядился, тебе хватает там, что-то там, не знаю, с утра поделать. А может быть, есть что-то такое, что ты вот сделал, посмотрел, услышал, и тебя это так поменяло твое... Блин, на самом-то деле сложно такой пример придумать, потому что все в основном мои там какие-то изменения, где я пытался улучшаться или так далее, они проходили именно из самокопаний каких-то. То есть я не знаю, типа, что-то... У меня просто фишка в том, что изначально я закомплексованный интроверт, вот, а потом уже, типа, пытался это переделать, научиться общаться с людьми, научиться там, типа, себя комфортно на публике чувствовать. И когда я увидел, что, ну, нету никакой, как бы, судьбы, да, типа, тебе решено вот так вот в жизни вот таким-то быть, а на самом деле твои действия могут на это решать, могут на это влиять как-то. Вот, и мне очень понравилось, типа, постоянно задавать себе какие-то вопросы, типа, что меня парит, что мне не нравится, то есть, типа, тут хоп, опа, меня где-то продавили, я начал учиться злости, типа, и эту злость, типа, как-то конструктивно выражать, типа, до этого все это проглатывал. Поэтому в основном все мои изменения, они проходили от такого. По книгам вообще, типа, у меня книги, которые я прочитал, это, наверное, только там в школе букварь, там, типа, вот что-то такое, там, типа, или сказки детям на ночь. Все, никакой вообще ни бизнес, литература, ничего такого нету, но я очень люблю ехать в машине, например, когда я еду один, я включаю себе подкасты, вот, и есть подкаст, называется, по-моему, «Книги на миллион», там, короче, чувак, он вообще какой-то книжный червь, и он разные книги, и он оттуда, типа, берет какие-то инсайды, типа, какие-то выводы, рассказывает там, типа, вкратце про что книга, вот, и какие-то там, типа, суперклассные выводы. Ну, вот, ну, и на этих подкастах я, наверное, книг 200 прочитал, ну, типа, выводы прослушал, получается, вот, и там, ну, типа, очень много моментов было, которые я такой, о, прикольно, прикольно, типа, слушай, шикарно, я пытался это как-то внедрить, поэтому, ну, вот, у меня вот такой упрощенный способ, и плюс какие-то, да, знаешь, такие же подобные каналы на Ютубе, например, есть вообще рекламный канал «Амаблог», блин, бомба вообще, там мультики, короче, они про бизнес все, и вообще все эти видосики, это реклама «Ама СРМ», их вот этой вот штуковины, типа, их программы, ну, такой качественный контент, такие все видосы крутые, ты с удовольствием вообще пересылаешь их в друзьях, это, это, не знаю, мне кажется, на самом деле, эта реклама уровнем даже выше, чем этот, как его, авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов, вы скажете, платят нам деньги. — Напишите нам, напишите нам. — Да, напишите нам, пожалуйста. Ну, короче, вообще прям легендарные чуваки, у них такие вдохновляющие ролики, они все мультики, веселые, такие прикольные, смешные, вот, и они там, типа, как, например, строить бизнес, типа, как искать партнеров, как выстраивать цены, там, типа, про все актуальные, очень важные штуковины, очень классные и понятным языком, там, даже ребенку. Вот, то есть какое-то такое, именно вот эмоциональное потрясение от какого-то произведения, так сказать, у меня нету прям такой придирчивости, когда я какой-то контент потребляю, то есть фильмы, вспомнить вот из всех фильмов, что я посмотрел, что-то такое, что прям, ну, шляпа какая-то, сложно, ну, Москва 2033, по-моему, или 2077, как-то так называлось, короче, там, какая-то очень странная артхаузная шляпа, вот, жесть. А так, типа, а так, типа, я «Мстителей» недавно начал смотреть, типа, и просмотрел, проглотил, короче, всех, такой, блин, бомба. Там были части какие-то, которые, типа, все засирали, типа, вот, недавно «Капитан Марвел 2» там вышло, вот, типа, и все там что-то, блин, шляпа полная, мы сходили в кино с женой, я такой, блин, бомба, класс, шикарно, нравится. Вот, я сейчас очень залип в игры, вот, и в играх, кстати, очень-очень много чего, прям, мне отпечаток. Вот в фильмах сложно вспомнить, типа, просто, ну, классные фильмы, и классные, а вот в играх, я вот недавно прошел «Дестрендинг», блин, как мне было сложно начать, я прям сейчас заставлял играть, очень душная в начале игра, прям невозможная, я ее удалял, я переставал в нее играть несколько, я прям заставлял себя в нее играть, просто потому что слышал, что, блин, ну, это бомба, легенда, короче, всякое такое, что просто дать ей шанс. Блин, я дал шанс, ля, какая любовь случилась просто, просто, просто обалдеть, это что-то совершенно новое, какой-то совершенно новый опыт, я вот сейчас полюбил вот сидеть просто в PlayStation и играть в кино, то есть там игры, то есть типа «Призрак Цусимы», «Годов Вор», типа там, да даже «Человеки-пауки», то есть типа новые, которые повыходили, да даже «ГТАшка», по сути, если так подумать, типа, ну, в «ГТАшке» побольше свободы тебе дают, но по сути это все кино, в которое ты играешь, там очень киношно снято все это, там очень крутая работа операторская, очень крутая режиссура этого всего, и тебе дают как бы поуправлять этим кином, вот это мое сейчас вообще любимое, я ставлю самый лайтовый уровень сложности, чтобы вообще не париться под ручки по какой-то, я просто сижу такой «Ля, какое волшебство», и пылесошу это все просто один за одним, вот, и вот из последнего «Дестрендинг» на меня произвела прям, ну, обалдеть какое впечатление, до этого, наверное, только «Киберпанк» так поразил, ну, именно вот сюжетный и миром, типа вот этим всем, то есть вот таких игр, что я прям очень много раз перепроходил, это вот не так много, но вот «Дестрендинг» после конца игры я все равно продолжил не играть, это редкость, «Киберпанк» я три раза прошел, типа, когда он там вышел, типа, так меня зацепило, это несмотря на то, что там машины под асфальт проваливались, еще что-то, но именно мир меня как-то так зацепил, вот, поэтому, поэтому, короче, извините, ребят, никаких книг, советую вам купить себе Sony PlayStation и играть в игры. Я думаю, многим понравится, да, это, что можно и так. Слушай, ну, классно пообщались, спасибо тебе, что пришел, поговорили. Да, было, кстати, очень далеко идти, пока доехал до тебя. Ты где сейчас, В Валенсии. Испания? Да, Испания. Да. Сколько у нас километров тут? Ну, наверное, тысячи три, четыре. Алиса, какое расстояние от Испании до Беларуси на машине? Три тысячи триста восемьдесят четыре. Так вы, слушай, рукой подарить в целом. Ну, на самом деле, вот я и пришел, вот я и пришел. Спасибо интернету за то, что это возможно. Ну, официальная часть закончилась, теперь давай поговорим про камеры, какие камеры. Теперь банкет, ребята, теперь банкет у нас, дискотека, включаем музыку. Какой объектив самый лучший, и какой плохой. Canon лучше, Sony отвратительная камера. У Sony скинтон свинячий, как все говорят. Давай пообсираем это. Слушай, я, кстати, по камерам максимально толерантен. Мне вообще пофиг на камеру, то есть я покупаю себе камеру, выбираю какую-то, мне постоянно интересно посмотреть что-то новое. То есть я сначала снимал на Canon S600, D6D, вот это вот все, потом там в 15-16 году я купил себе Sony SMS первую еще. То есть тогда у нас вообще никто, я не знаю, как типа в СНГ в целом, но у нас вообще никто не верил в Sony. Говорили, что это шляпа какая-то полная, типа только Canon и так далее. Я вот туда перешел на Sony, был S-Gamut просто не 3, не 3.sign, то есть это была зеленая кожа просто везде, но я вытягивал оттуда картинку, там был настоящий наконец-то Full HD, да еще и 50 FPS, то есть типа я выдавал там все, говорили, ля, какая картинка, просто бомба. Я кайфовал, я радовался, потом докупил себе Sony A6300, потом все начали приходить к Sony, все такие, вау, круто, да к Sony это вещь, я такой, класс, продаю все Sony, покупаю Fuji, беру себе Fujifilm X-T3, это было как раз, когда X-T3 вышел в октябре 2018 года, он только вышел, я был спикером, там типа там и Саботовский был, мы там познакомились, короче, был спикером на, я был спикером от Sony на каком-то форуме в Москве, вот, и там Fuji, я такой потрогал, короче, после такой думал, что за дичь, что за красивая камера, которая что, во всем чем угодно снимает, и короче, я после этого приезжаю, за неделю продаю все свои камеры, и покупаю тот Fuji X-T3, когда он только вышел, все, и все такие, че, какой Fuji, ты че, Fuji не существует для видео, то есть, тогда не существовало, потому что у них не было до этого камер, которые для видео, то есть, че, тогда была война типа Canon, Sony или Panasonic, какой Fuji, алло, я такой, Fuji, на тот момент, это было бы как, если бы, я не знаю, Pentax купить, какой-то, вот, типа все, типа Fuji, и тут все только начинают на Fuji переходить, такой, Canon C70, ну типа, все такие, Sony, Fuji, окей, это реально тема, Blackmagic, это все класс, я такой, Canon. Блин, слушай, на самом деле, вот эти все камеры, это вот, ну, понятно, что, да, есть категория таких людей, вообще типа на маркетинг на этот, вообще, просто, да, вот выбирать камеры, я недавно с кем-то общался, с человеком, который вообще типа, ну, далек от этих всех тем, и он говорит, блин, я, говорит, представляю, типа вот как тяжело вам, нам типа тяжело выбрать камеру, я говорю, слушай, ты представь, вот мне, допустим, сейчас нужно там, у меня есть какой-то определенный бюджет, я смотрю, там есть, допустим, камеры там от Sony, от Panasonic, там от еще кого-то, я не могу выбрать, хотя я как бы я в них разбираюсь, то есть я там внутренности в сети понимаю, там, да, но я не могу выбрать и понять, какая мне камера лучше подойдет для моих задач, вот это или вот это, потому что идеальные камеры не сделали, не сделали там, чтобы у тебя идеальный объектив был там 10-500, за бесконечное количество денег нету идеальной камеры, вот такого размера, и вот такого размера, да, да, и камеры, чтобы была стабилизация, чтобы ты так одной рукой снимал на фокусном 500, типа, и все было круто. Да нет, конечно, конечно, нету, и в этом и фишка, то есть, типа, я бы всем советовал не становиться рабами маркетинга, вот этого маркетинга и вот этого вот чего, как вам удобней, вот этого типа, мы Sony бой, мы Canon бой, да, рот топтал, типа, будьте просто гуд боями, сами с обоями, и вот это вот все, ну, потому что, какая разница, что там, типа, какая разница, какой смысл себе отказывать в удовольствиях, если, например, ну, Canon, там, зеркалки, без зеркалки, у них сомнительное решение за много денег, вот контора типа негодяев, выпускают вот этот C70, в который запихивают все, что лично мне, я просто мечтать не мог, типа, динамический диапазон, как у Алексы, формат, типа, вздутого фотоаппарата какого-то, типа, там еще 4К, 100 FPS, она пишет, в RAVI, 10B, 422, типа, это все на SD-карточки обычные, дешманские, а не на какие-то дорогущие флешки, у нее и автофокус, типа, и внутренние встроенные ND-фильтры, я такой, так а что мне еще надо, ну тогда почему бы не Canon, я до этого сидел и говорил, что Canon говно, а тут они сделали камеру, которую я такой, ничего себе, да я беру ее с удовольствием и покупаю, это не значит, что Sony говно, я беру Sony, там, типа, FX3, FX6, 7S3 ставлю на наши проекты, второй, третий камеры, я беру GH5, еще что-то, если они подходят, и если их достаточно, там, V-Log, S-Log3 и так далее, если этого достаточно для того, чтобы мне замечить, у меня была нормальная картинка, ну почему мне их не брать, ну зачем мне именно второй C70 или так далее, если я могу все это сделать, Alexa, типа, класс, шикарно, типа, ну нафига мне все те неудобства Alexa, ну хоть это и, наверное, одна из самых удобных кинокамер, Red'ы, это вообще жесть просто, ну, мрази просто, Red'ы, просто ненавижу Red'ы, всем сердцем, я просто, я не знаю, сжег бы их просто, естественно, ненавижу их из-за того, что они такие популярные, потому что, по-моему, не должны они были быть такими популярными, это просто, жесть, ненавижу Red, а Alexa, типа, красавчики, ну то есть, у них удобные камеры, типа, они юзерфрендли, всякое такое, но все равно, как ни крути, это бандурина, которая в самом лайтовом обвесе 12 килограмм, как бы, как ни крути, автофокус анима, то есть, как ни крути, ну вот этих вот дебильных, да, штуковин, которые там, типа, многим фильмейкерам, да, там сидят, они дрочатся за какие-то матричные стабилизации, ну никогда не будет такого в Alexa, камон, там другие приколы, вот, а нужны ли мне эти другие приколы, вот ради тех плюс 1% возможностей, вот, или мне все-таки вот это отлично, на данном моем этапе развития, вот это отлично, класс, спасибо большое, вот, потом что будет, непонятно, поэтому, блин, пофиг, что там, Sony, Panasonic, это, выкатят в следующем году Pentax какую-то, или Nikon, не дай бог, вот Nikon, кстати, вот, откровенно недолюбливый, по-моему, что я попал, вот, но, но, типа, ну даже если Nikon, допустим, что-то выкатит, такое развальное, что создадут вокруг себя комьюнити, прикольное, потому что, как по мне, сейчас в видео комьюнити Nikon'а нету, ну то есть, ну объективно вспомните, вот любой из вас вспомните, хоть одного знакомого, ну адекватный который человек, который, ну не какой-то, ну очень сомнительная персона, чтобы он на Nikon снимал, вряд ли вы такого вспомните, то есть, если у вас есть знакомый, который снимает на Nikon, скорее всего, ну что-то с ним не так, скорее всего, ну лучше карманы держать закрытыми рядом с ним. Нет, ну я знаю парочку адекватных курбанов. Нет, это, это все шутки, это все шутки, ну то есть, для меня, типа, у Nikon крутые камеры с точки зрения техники и так далее, то есть, главная моя, так сказать, мой главный минус к Nikon'ам, как к экосистеме, то, что у них неразвитая комьюнити, то есть, ну давайте серьезно, вот типа у меня Canon сейчас, типа, и у меня переходники там ЕФ, там это все, типа, то есть, вот это все вставляется, ну давайте серьезно, я в любую деревню приеду, напишу просто в чат деревни, типа, у кого есть 50 миллиметров 1,8 ЕФ, мне скажут, типа, блин, бро, у меня, ну то есть, типа, дед, который там коров пасет, он никогда не знал, что у него такое есть, но оказывается есть, то есть, вы спросите, блин, а что-то у меня такая ошибка вылезла на камере, вам в чате там, типа, фильмейкеров вам скажут, что это за ошибка, потому что, ну у всех такая же система, да, про Sony то же самое, Sony сейчас самая популярная камера именно для фильмейкеров, то есть, типа, все, они официальные, я считаю, Sony уничтожили просто вот именно фильмейкеров рынок, то есть, они все, максимальный фаворит там, вот, у вас будет какая-то вот у Sony не адапт, ну, вот это вот меню уродское, там, типа, какие-то они там хер не придумают, вот это вот ублюдское какое-то, но несмотря на это, если вы не поймете, как с этим ублюдством работать, вы напишите в чате, к вам скажут, блин, да это ж легко, это то-то-то-то-то, вам объяснят, вас ваши коллеги поддержат, снимают видео тоже Sony, они вам дадут и объектусик, и расскажешь, что там как, типа, и как с перегревами бороться, и так далее, вот, соответственно, и все аксессуары, и все объективы под Sony E, естественно, обязательно выйдут, вот, поэтому community, по-моему, это очень важно, но мне пока, вы знаешь, нравится тема Sony, надеюсь, что они не поменяют этого отношения, что они вот выпускают новые камеры, у них байонет один и тот же, вот этот EF, и, ну, был раньше, который бы, да, это шикарно, подкропы тоже. А вот Canon, вот, сделали эту херню, типа, у всех был, значит, этот байонет, потом херак, выпустили новую камеру, и положим в коробочку всем переходник, чтобы вы, типа, не тратились на объективы, переходники. Нет, так там не такая, там более дебильная история, она более мразевская, эта история у них, понял? Они сначала, они не сразу на RF перешли, это было бы еще нормально, то есть, у Sony тоже был такой период, они были сначала, там, давным-давно Sony A, Minolta, вот эти вот все. Это были зеркальные камеры, а потом они раз, ну да, видео вообще никогда не это, а потом они, типа, все, Sony E, но это также было больно тогда, то есть, типа, они также отреклись от всего своего, ну, непонятно, кто на Sony Minolta A снимал, но, то есть, от своего вот этого комьюнити, как бы, они все равно отреклись, а тут же у Canon, они создали новое комьюнити EOS M, M-байонет сделали, туда накидали каких-то объективов, и так далее, все-таки, ну, ладно, походу, пора M-оптику покупать, а, ну, все мы знаем, что объективы, это как крипта, это как скины в CSGO, это как, это как акции, да, это то, во что можно вкладываться, то есть, ну, объективы, это что-то такое более надежное, чем недвижимость, да, то есть, мы все про это знаем, и тут оно получается своих инвесторов, Canon, заскамило жестко, говоря, что, а все, M больше нафиг не надо, у нас теперь RF, и получается, они сделали три скачка, абсолютно бесполезных, зачем RF, когда M, зачем M был нужен, это были беззеркалки, то есть, зачем это, непонятно вообще полностью, поэтому, ну, Canon в этом плане, именно с экосистемы, вопросика в тучу, благо, типа, они сделали дешманские родные переходники, то есть, по-моему, родного переходника Sony E na EF нету, то есть, есть Sigma MC11, вот это там, так далее, с вопросами с какими-то, то есть, тут спасибо Canon, что они хотя бы сделали, ну, действительно хорошие, которые дешманские переходники, их оригинальный R на EF, который сохраняет автофокус, я вот смотрю с фотографами, когда работаешь, у них, значит, маленькая камера, все классно, но даже если ты покупаешь родной объектив, вот буквально вот я работал, классная, берзеркалочка легенькая, херак, значит, 24,70, вот такая вот, просто вот, нереальнейшая, 2,0, да, он крутой, но он весит больше, чем весь мой сетап, с этим с Ronin'ом, с микрофонами, просто такая херовина, а это, а это, знаешь, типа, главный вопрос, типа, ну вот, почему, типа, сделали вот это, что соньки перегреваются, и так далее, то-то-то, то-то, вот это вот, Canon перегреваются, там, те перегреваются, потому что они что-то бегут за маленькими корпусами, нахера, ну, нахера, когда у 70-200 вот такой вот ставят, на него потом, ну, на 35-ку вот такую ставят, ну, нахера этот маленький корпус, да сделайте вы коробку эту, допускай он будет размером с 2.1DX, допускай он будет вот как C70, огромная эта штука, ну, да пофигу, но там не будет этих всех вопросов, для тревел-блогеров, которые покупают, Ronin' мини, как он там с ним, чтобы бегать, так, так, все равно, объектосы огромные, огромные, я, я в этом плане респект Fuji, то есть у них камера во, малюсенькая, и объектив вот этот, 35-ка, все, типа, бах, они сделали еще этот, X100V, который вообще с объективом вшит, и там вообще объектив вот такая вот пищечка, как будто бы это цифровичок из старых времен, и все, типа, и все работает, и все работает волшебно, в чем, в чем вопросы, вот поэтому, ну, а тут смысла нету никакого, реально, в этой экономии корпуса, ну, какой смысл, блин, мне нравится, сделайте большую камеру с нормальным охлаждением, со своим микро 4.3, этой, где объективчики, я помню, у меня вот, сейчас стоят, у меня вот такой вот 15 миллиметров, там, 50, и я вот в одной руке, у тебя 3 фокусных, охеренно, да, размывает картинку, все супер, недорогое, вообще шикарное, и я просто, когда на них снимают, там, или я купил себе этот линзу, Olympus 1240, вообще просто бомбическая линза, 2.8, я потом подумал, надо купить себе все такое, это, фиксы Olympus, потому что они, ну, реально картинка охеренная, с них удобный фокус, этот кольцо, не этот, не ушлепский, этот электронный, который, а он такой механический, типа ты переключаешь, и можно попасть в фокус, не то, что вот на этих прокрутил, у тебя он там, и поэтому... Благо к тебе бы начали добавлять, я не знаю, зачем вообще этот мув был, для кого, когда помнишь, вот это вот, на Sony закатили вот эти вот, Sigma, эти 16 и так далее, да, типа, и там электронное кольцо, вообще непонятно, для кого это сделали, ну, хоть один человек, которому это удобно, и я бы хотел бы на него посмотреть, скорее всего, он выглядит примерно как Стивен Хокин, царство ему небесное, ну, то есть, типа, я не понимаю просто, для чего это, и вот единственная хорошая новость, это когда в камеры добавили прошивкой функцию отключения этого, чтобы, типа, в мануальном режиме работало это электронное кольцо, ну, это жесть просто, я не понял этого эксперимента, просто они добавили внезапной суеты всем, типа, смотрите, а теперь фокус хер пойми, как крутится, а зачем? Да, конечно, типа, это немножко сюрприза вам добавили, давайте немножко, давайте, давайте вопрос, попадете вы в фокус или нет, он будет, ну, типа, сюрпризом для вас, потом посмотрите. Вот что ты думаешь по поводу, я просто сейчас думаю себе взять, tfx30, что ты думаешь про нее? Ну, опять же, понятно, что, да, для чего, самый главный вопрос, да, что думаешь, для чего? Просто, знаешь, что для общего плана классно? Во. Да. Да. Общий план, ребята, всем советую, просто, ну, типа, вопрос для чего, если она для крупняков, да, типа, чисто, например, для крупняков, то пойдет даже, я бы себе взял бы даже, ну, если, например, YouTube, да, типа, и условно крупный план, вот, типа, как у нас примерно сейчас средний, какой-то такой план, я бы взял бы условную Sony ZV-E10 даже, которая стоит вообще копейки, на штативе похоронил бы ее, в 4К писала бы она, от розетки у меня просто, вот, на дешманскую сигму 31.4, если надо, типа, вот так вот бегать полноценно, типа, и, типа, у тебя 10 бит на 7.4 есть? Да, А, то есть 10 бит, она пишет 4К, типа, S-Log3, все дела, да? Слушай, ну, тогда прикольное дополнение, но, опять-таки, видишь, типа, она же получается кропнутая, FX30. Так вот, она и получается, что я глянул, какая оптика есть не у Sony, у Sony там, они вот, почему-то меня и поражают, они делают для кропов, F4, у них вся вот оптика, практически вся, если визу какой-то зум, у Sony F4, ну, мало того, что это кроп, так еще F4, там вообще получается непонятно, да, жесть, жесть, почему нельзя, вот как Sigma, да, 1835, 1.8? Да, какой-нибудь 1.8 сделайте, вот в компактном размере, да ее будут раскупать вообще. Вот у меня сейчас на кропе стоит, вот это Sigma, 1835, 1.8, она на кропе, дырка, по-моему, даже немножко прикрыта, возможно, там, типа вот все, без всяких спидбустеров, типа приятная картинка, вот такие фиксы, ой, такие зумы надо. И вот как раз вот у Sigma я глянул, во-первых, там есть эти фиксы у них малюсенькие, вот эти, которые, помнишь, были для кропов, там 16, 30, 56, там, во-первых, стоят копейки, они легкие, то есть по факту, если какой-то такой у тебя сетап собрать, чтобы, ну, раз ты берешь маленькую камеру, типа такой, чтобы все компактненькое, вообще шикарное, и размытый фон будет, ну, понятно, что он не будет такой размытый, как на 1,8 на полном кадре, чтобы там все... Не, ну, послушай, а почему, типа 16, 1,4, это по факту, как 24, 2? Ну, фокусное, да, ну, да, типа 2, где-то 2 там, ну, просто есть... 24,2, типа. Я послышал от людей, которые говорят, им не хватает 1,8. Я слышал просто... Да ну уже это куда? Куда не хватает их? Ну, я не понимаю, что там на... Тоже не знаю, что снимать. Слушай, я снимаю 4 года на F4 у меня, объектив F4, я на него снимаю все свадьбы, и мне прекрасно все хватало. Ну, я вообще, ну, вечером, да, сложновато. если контент хороший, типа композишка, и ты умеешь работать со светом, то намного лучше посмотреть, что там сзади происходит, чем постоянно... Ты все размываешь на 1,4, да какая нахера, где ты находишься вообще? Типа знаешь, свадьбу на зеленке сняли, как будто бы. Да, да, да. Типа все просто в студии находятся у нас. Ну, такое типа. Ну, это прикольно, но, типа, заигрываться тоже, как бы, не надо. Хотя, кстати, сейчас Canon выкатили... Вот у них 24,105 было, BigToss? F4. Ну, такой легендарный, среди там, типа, старой гвардии. Короче, они выкатили 24,105, 2,8. Но ты такой, блин, круто, круто, а потом такой смотришь прайс. Блин, запускайте, тут прайс покажется, я просто не хочу даже такие слова плохие говорить вслух. Ай, чего? И ты такой, а, понял, не надо мне. И вот поэтому я, кстати, не хочу Соньку брать полный кадр, потому что я думаю, типа, ну ладно, там взять этот ZV1, который типа блогерская камера, но у меня два косяка, меня останавливают в ней. Слушай, они тоже немножко странноват, у них такая политика, то есть у тебя камера только в полном кадре все время снимает, плюс у тебя нет охлаждения никакого, ну и там пишут, типа, что в жару она типа прям вообще, типа там 20 минут перегревается, надо будет покупать этот вентилятор на присосках, видел, наверное, да, который клеится, типа. Блин, DIY. Получается, да, такой этот рыбокоп небольшой, вот, но они убрали функцию, вот у меня, допустим, в этом четверке, ты в кроп режим входишь, и если у тебя, допустим, там 35-ка, ты нажал, у тебя там болтос, ну там условно говоря, ты можешь там поменять фокус. Да, да, я понял. А они эту херню убрали, и я такой сижу и думаю, так, и вот получается, я возьму маленькую камеру, она будет компактная, все класс, там крутая стабилизация, автофокус там, типа тело отслеживают, все круто, но я повешу сейчас туда какой-нибудь 24-70 Sigma, там, да, который 2.8, чтобы полный кадр весь этот ощутить, и у меня это все вот будет, как я вот стебался над этими фотографами, которые 2.8, вот R-ку, тяжеленную, я буду таким же человеком, и я подумал, так проще туда взять кроп-камеру, да, там не будет у меня сумасшедших ISO, как на FX3, или там SS3, там 50 тысяч. Неправда, неправда. Это про FX3 сейчас? Да, да, ну типа там 3200, кажется, это все булшит, а 7S3, Sony, по ISO, если чисто говорить, она больше, чем FX6, больше, чем FX3, больше, чем, ну то есть, типа там везде на нормальных уровнях, если нормально экспонировать числок, типа да, вот это вот, типа плюс сколько там, плюс стоп, хотя бы держать, пометка, просто вот для всех умников, просто обожаю мои вопросы, типа люди думают, что плюс один стоп надо держать относительно гистограммы, ой, снизу экспонометр, типа висит, чтобы плюс один там держать. Нет, ребят, плюс один стоп, это имеется в виду плюс один стоп под той экспозицией, которая у вас идеальная, то есть, а идеальная экспозиция это по лицу, например, то есть, вот сейчас в этом кадре идеальная экспозиция, это если у меня вот сейчас здесь освещенная часть лица, она в плюс один стоп, освещенная, но в целом, камера у меня сейчас показывает, если у меня сейчас здесь плюс один стоп, да, то есть по фоллскалору розовеньком мы тут, вот все хорошо, то камера будет писать где-то минус один стоп, потому что у меня все вокруг черное, то есть на условной соньке плюс один стоп, У тебя еще экспозамер стоит. Если он центрально взвешенный, то это все. Ну, если вы по точке ставите экспозамер по лицу, зная, что у вас на лице должна быть, типа, плюс один стоп, то получается, должно быть плюс два стопа. И тогда как бы хорошо. Ну, камон. Просто держите это именно как прикладную инструкцию, а не вот это вот, типа... Люди просто, когда слышат вот это про S-Log, они бегут, типа, и держат просто на экспозамере, который по кадру, по всему, типа, чтобы там был плюс один. Жаль этих добряков. Ловят себе то пересветы, то жесткие шумы в тенях. Типа, они просто даже не понимают, из-за чего так происходит. Вроде все по Ютубу делают по уму. Вот. Ну, просто не только что по уму, ребята. Слушай, у меня было S-2. Я, когда вот его, когда только она вышла, типа, говорили, все, это просто ты ночью можешь снимать вообще. И там реклама, я помню, была там чувак в лесу бежит, и он снимает, и вон видно его. Я такой думаю, да, мне нужна эта камера. А потом я, поснимав на нее, потом у меня была A7-3, потом вот A7-4. И я не вспомню момента, когда мне не была такая жизненная необходимость снимать с ISO больше 6 тысяч. Ну, то есть, если у меня, условно, там будет хорошая освещенная сцена, ну, там, не знаю, я в режимах, вот, которые стандартные, заложены в камеру, которые допустимые, там, какой, Dual ISO, там, у четверки, там, 3200, кажется, у него. То есть, я в этих стандартах снимаю, и все прекрасно. И потом я, когда закидываю... Опять же, для моих проектов я не снимаю, там, какие-то супер, там, не знаю, продакшн какой-то. У меня там нету какого-то крутого, не знаю, там, рекламных роликов, в которых нужно, чтобы не было, там, кому-то, там, зерна, или, там, не знаю, снимать какую-нибудь, не знаю, предметку, где, там, чтобы все было четко. То есть, такого у меня нету. И в моих проектах я потом открываю, там, Final Cut, я не крашу в Da Vinci, я открываю Final Cut, крашу, там, со своими этими стандартными наборами фильм-конверта, там, лутов. И у меня все прекрасно, у меня картинка шикарная, и тогда даже у меня, там, пересвеченные, я думаю, блин, надо было чуть-чуть, я задрал куда-то, там, экспозицию, надо, значит, пониже. И я не знаю, вот люди, которые снимают, там, в 60 тысяч часов, и говорят, блин, я просто с чуваком одним снимал, и он, типа, с НДшником, мы снимаем в помещении, и он придерживается четко вот этой позиции, что, типа, дуал ИСО, вот это вот должно быть надо, то есть, промежуточный этап он не выбирает, то есть, там, потому что очень много шума, его это дико бесит, и он снимал в помещении с НДшником на С3, потому что ИСО, дуал... Это вирус Ютуба. Это вирус Ютуб-экспертов просто и извращенного понимания людей. Люди даже не понимают, что такое нативное ИСО. Блин, люди бегают с нативным ИСО, держат нативное ИСО в РЭК-709 профилях. Они такие, думают, что 12800 на С3, там, типа, и на FX6, это значит, не будет шумов. Давайте быстрый экскурс просто. Что такое нативное ИСО? Нативное ИСО — это то значение ISO, где камера показывает, матрица способна выдавать свой максимально сбалансированный динамический диапазон. Это что? Это вообще не про шумы, вообще не про шумы. 12800 будет шумный все равно. Но будет шумный, как ни крути. Но может быть, менее шумный, чем 10 тысяч, может быть. Но фишка-то именно в динамическом диапазоне. То есть в том, что, типа... А динамический диапазон где вам весь надо? Где вам надо все ваши 14, там, 15, 13 стопов высосать из вашей камеры? Когда вы в логарифмах снимаете, потом планируете HDR-ом заниматься на постпродакшене. Вот и все. То есть у вас, в любом случае, когда вы снимаете в цветных профилях, там, типа, на Sony, как Sine 2, Sine 4, что-то такое, типа, то в любом случае у вас... И так вы не увидите всего динамического диапазона камеры, в любом случае вам он не надо. Вы уже снимаете в пожатом, ну, типа, цветном профиле, в Rec.709. Поэтому нативное ИСО или не нативное, да там пофигу, вообще полностью разницы ноль будет. Надо просто смотреть, типа, по уровню шумов, типа, что там как. Да, 800, ну, типа, из-за того, что 800 или 640, в зависимости от модели, типа, должно быть нативным, ну, то есть там должно быть почище. Но 12800, вот это второе нативное, все равно будет шумным. А 400 ИСО, которое не нативное, да, оно тоже не будет шумным, оно будет чистым. И если получится поставить 100 ИСО, да, типа, в Sine 4, например, оно тоже будет нормальным. Блин, это просто реально, это вирус Ютуба, типа, вот это вот. Одни эксперты советуют ND-фильтеры. Они же смотрят вот этих вот, которые, знаешь, ребята, которые вот, ну, с этими, с картами, там вот такие, когда объективы, когда замеряют, знаешь, когда там табличку эту вешают, там смотрят, где там фокусируют. К этим ребятам ноль вопросов. Они говорят важную штуковину. Да, да, ну просто по факту люди посмотрят такие, они вот насмотрелись, типа, обзор камеры, где показывают, значит, кроп 400, и там, значит, шум при 12800, при вот этому. И они, значит, смотрят и видят, так, тут зерна до хера, все, я не буду снимать. А мне хочется спросить, вот кто нахер будет приближать твое видео на 400+, если большинство поглощения контента происходит в телефоне? В лучшем случае это будет iPhone с какой-нибудь хорошей матрицей или какой-нибудь, не знаю, ну, не знаю, ты фанат Huawei, какой-нибудь, я просто не знаю, какой-то Android, у которого... Да, пофигу, пофигу. Ну, какой-нибудь, ладно, плохой телефон, у которого плохая картинка, и он будет смотреть твой крутой видос, снятый на S3 с правильной в Dual ISO, была у тебя выставлена экспозиция на крутую оптику, и он такой посмотрит и скажет такой, «М-м-м, у тебя там шумит что-то тут, я приблизил, а там шумит». Я, мне кажется, такое, типа, вот приближать, смотреть, там, думать, я вот снимаю, я знаю, я для себя определил экспериментальным путем, что все, что выше 6000 часов на моей камере, я не использую, потому что там появляется такой шум, который мне не очень нравится, но если прям вот очень нужно... Да, и все, вот... Это и важная фигня. А когда ты по учебнику снимаешь такой, типа, так, я зашел в Dual ISO, а больше нельзя, и типа, я не снимаю, все, я буду вот так. Вот поэтому камеру, когда кто-то берет, все покупают, важно не пойти, я вот даже, когда ко мне на обучение там кто-то приходит, типа, и они там Ютуба тоже посмотрят, там, типа, вот тут сказали, что такое рабочее ISO. Такой, что такое рабочее ISO? Такой, ну, это, которое чистое. Я говорю, оно чистое там. Ну, блядь, что это значит? Возьми свою камеру, блядь, у тебя камера рядом лежит, возьми, посними на нее в 6400, в 20 тысяч ISO, в 100 тысяч ISO, в 800 ISO, в 100 ISO. Посмотри картинку и посмотри сам, где тебе нравится, а где тебе не нравится. Вот оно, рабочее ISO. Потому что, например, у меня была, когда АСМС первая, Сонька, у меня были кадры, которые я снимал на 20 тысяч ISO. Были кадры, а были нечаянные кадры, которые я нечаянно снял на 409 тысяч ISO. Типа, была такая история, но на 20 тысяч ISO я снимал именно как инструмент, потому что у меня тогда свадьбы были не такие классные, там, например, света не было вообще, реально вышли на улицу, и там только, знаешь, светодиоды от шариков, которые запускают, только они светят, ничего, даже фонарей уличных нет. Но 20 тысяч ISO мне там надо было, чтобы хоть как-то лица различать. И нормально. А, например, сейчас я снимаю на Кеноне, мне вообще пофиг, какое там у нее рабочее ISO, потому что у меня стоит на Кеноне 800 ISO нативное, у меня стоит там 180 градусов шаттер, у меня стоит, типа, объектив, нужная мне диафрагма на нем. И все, все остальное ND-фильтрами. И нет у меня, вот сейчас сколько я снимаю, у меня нету ситуации, когда мне 800 ISO не хватает этого. Потому что на свадьбах везде есть свет, везде все хорошо. То есть там, наоборот, даже ND-шники надо вечером накидывать. Когда мы снимаем наши проекты, мы выставляем все равно свет, экспозиции добиваемся светом, типа. Я снимаю YouTube, у меня стоит свет, типа, все нормально, у меня тут не темно, все хорошо. Ну, поэтому смотрите по своим задачам, хотелкам и так далее, и вот из этого выбирайте. Блин, YouTube это класс. Обожаю YouTube. Это жертвы маркетинга просто. Ну да, да. Да, когда я купил камеру, потому что мне сказали, что типа надо снимать в темноте, вот с таким ISO и таком. Мне надо снимать в темноте, потому что я не понимал, что в темноте снимать не нужно, потому что там не будет ничего хорошего, не будет хорошей картинки, если ты снимешь полный там в темный... Конечно, там нет объема, там все-все-все в залитом свете от луны. Но оно действительно будет? Night Vision такой, типа, да, класс. А толку? Да. Короче, перестаньте дергать на вот эти штуки. И не парьтесь. Да, да. Сфокусируйтесь на важном. Правило Парета работает везде всегда. 80 на 20. Старайтесь так, чтобы 20 ваших процентов усилий, да, типа, поиска информации в YouTube, об вашего обучения, покупки вашей техники, приносило 80 процентов результата. На самом-то деле этого миллиард. Ну, то есть, типа, дай Алексу, которая будет стоить сотку тысяч доляров, типа, человеку, который там, типа, ну, не разбирается в этом, она наоборот усложнит ему процессы. Мы так делали даже, типа, как-то эксперимент. Вот, я дал свою камеру, типа, которая мне приносит только удобство и удовольствие, вот, своему корешу-тиктокеру. Я сам снимал рекламный ролик на Sony ZV-E10, а он на мою камеру. Вот. Ну, естественно, он там, типа, облажался, потому что, а как этот свет здоровый, куда его таскать, а что делать, а как тут нажать? Мы ему дали сет ариевской оптики ультрапраймов. Типа, он ни один из объективов не нацепил, потому что куда, зачем, ну, что. Ну, то есть, он сидит и говорит, блин, я время, которое сейчас потратил, я бы на свой iPhone снял бы уже и смонтировал бы, и отдал бы, и вышло бы интереснее, прикольнее. У него смешные тиктоки там, получается, релс эти все. Вот. Но он просто в этой технической штуковине мишуре погряз, типа, ему эти возможности не помогли, а наоборот усложнили сильно процесс. Поэтому, блин, ребят... Короче, все под задачи. Все под задачи. По мне, это такое, что, типа, там, выбрал какую-то камеру, она тебе классная, а кому-то будет наоборот... Ну, точнее, кому-то тебе плохая, а кому-то она будет хорошая. То есть, нужно все под конкретные задачи смотреть и анализировать. Ну, абсолютно точно. Я понимаю, ребят, возможно, для вас, кто, во-первых, спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Явно у вас очень много свободного времени, это очень приятно, мы за вас очень рады. Но, реально, меня самого бесили вот эти вот... Когда там какие-то блогеры, они рассказывали, что, типа, блин, камера под задачей. Думаю, бля, какие задачи? Я пришел узнать, какую камеру мне купить. Модель, быстрая, и сколько стоит. Вот. Я понимаю, что вас, скорее всего, так же это злит. Но правда она такова. Камер очень много. И они все под свои задачи, типа, то есть, ZV-E10 просто... И ZV-E1, это просто бомбы для тех, кто пытается снимать YouTube сам себе и не хочет особо запариваться. Это просто лучшее, что можно взять за эти бабки. Лучшее просто. При этом, типа, для видеографии, например, условной взять себе ZV-E10, скорее всего, будешь страдать. Типа, что-то надо другое, да? То есть, типа... То есть, для... Каждая камера, типа, ее минусы — это плюсы другой камеры. То есть, типа, это все разбито по сферам. Те же Canon очень любят, например, унижать прям людей, ну, типа, своих покупателей. Они обожают просто унижать прям до смешного. То есть, они прям поделили вот так очень сильно фотографов и тех, кто занимается видео, и по их логике, благо, появилась C70. Ну, то есть, типа, по их логике, если ты видео, то это тебе в синема линейку. И они насыпали там свой C100, C200, они насыпали и нормальный Full HD, в то время, как все страдали на 5D Mark III там, типа, от ужасного Full HD, они насыпали всех фишек, там, типа, в свои синема камеры. Ну, извините, пожалуйста, когда я хочу снимать видео, это мне надо за over 10 тысяч долларов купить тушку. Это, ну, как-то не считается логикой. Сейчас уже чуть повеселее, но суть та же. Люди, которые выбирают, например, Canon, R6, там, то-то-то, только чтобы снимать видео, ох, как их троллят Canon, типа, очень сильно. То они им какую-то функцию уберут, которая чисто программна, там, типа, они при этом платят бабки, очень большие, но при этом вот за то, что они выбирают гибридный фотоаппарат для съемки, конкретно Canon очень сильно наказывает, типа, по автофокусу видео, по еще чему-то, они вам говна поднасыпят точно. Sony в этом плане для фильммейкеров более щедрые люди, вот, и у них можно классно и кайфовать, и снимать видосы, даже на фотоаппараты, да, типа, даже на недорогие, там, A6700 сейчас, да, выкатили, которые почти FX30, только подешевле. Ну, то есть, они пытаются, то есть, а Canon чисто троллит, они такие, у нас все хорошо по бабкам, типа, мы рот топтали этих фильммейкеров, хотите фильммейкеры, мы так и быть, вам C70 дали, но тут хочется отдать должное, они насыпали в C70, чтобы просто обалдеть. Они прошивкой добавили RAV, они прошивкой улучшили автофокус, они, ну, просто жесть, типа, они прям, они убили свою C300 Mark III, потому что объективно C70 стало даже лучше, чем C300 Mark III или Mark II, типа, Canon там, которая стоит в два с половиной раза дороже. То есть, они убили прям своего же, то есть, это вообще не свойственно Canon. То есть, тут они прям так щедро напихали, что ты думаешь, это Canon? Ничего себе. А потом они такие, да, нормально, чувак, не парься, мы там потом на вот этих вот видоках, которые фотоаппараты наши покупают, мы на них отыграем сейчас, мы там душу сейчас изведем. Вот, поэтому Canon C70 класс, Canon компания, ну, конечно. Мне кажется, скоро ведут, когда смотришь, что сейчас все по подписке, сейчас каждый вздох, каждый шаг, тебе надо подписку, мне кажется, скоро сделают. Хочешь снимать больше 30 минут, то есть, тебе дадут там подписку на месяц, там, у тебя есть там 5 часов съемки, вот, покупил подписку. так уже этот бред есть, да, вилок, например, на GH5. Ну, это вообще было. Ну, это смешно. Я когда об этом узнал, я такой, типа, чего, еще надо заплатить еще деньги, я в смысле, ну, типа, я же уже как бы купил камеру, потом, но потом они убрали эту камеру. Знаешь, что самое смешное? Нет, не убрали, до сих пор покупать вилок. Сейчас новых они есть, Я просто помню где-то, а, либо ты просто уже продавал камеру. Вот у меня, нет, GH5, покупать, вот тут куплен лок, сейчас GH5 стоит там сзади, там куплен вилок, недавно покупал, вот, типа, друг мой. Это есть, и это жесть, и причем самое обидное, что, ну, то есть, они хайпят тем, что 10 бит, то есть, одна из вот в том, в 18-м или каком-то году, в 16-м, когда она вышла там, то есть, типа, единственная камера, которая писала в себя полноценный 10 бит 422. А зачем, если вилок нету? Ну, то есть, вилок потом докупи. Блин, да пускай бы это стоила камера на эту 100 долларов дороже, но это же вообще, ну, не вопрос, типа, ну, это геморно его как-то купить, как-то это. И самое обидное, что это одна из немногих камер, которой действительно нужен был лок, который, лок для GH5 действительно бустит ее очень сильно. Это один вот из прекраснейших камер, ой, один из прекраснейших логов на камер, вот такого уровня. Потому что, ну, типа, на Fuji Lock, ну, ты такой, ну, лок и лок, типа, спасибо большое. На Sony, типа, ASIM S2 и так далее, типа, ASIM 3, которые тогда были актуальны. Lock, ты такой, класс, а нахер он надо? Типа, у меня 8 бит, только у меня сыпется вся картинка в биндинге. Зачем? Вот. А тут единственные ребята, кому прям вот, ну, там реально динамический диапазон сильно вырос у нее. Там она прям заиграла новыми красками. То есть, прям, камера на несколько уровней сразу растет. И они такие, подписка. Че? Купите отдельно. Почему? Ну, то есть, у вас есть эта функция, у вас все есть в камере, чтобы она это отдавала. Просто 100 долларов, да, еще. Ну, это бред чисто какой-то. Поэтому, да, потихоньку, видишь, потихоньку рыночек тестирует нас на это, чтобы потом, типа, когда-то, так, у тебя сегодня съемка на 6 часов. Ну, покупай себе тарифный план, по 6 часов съемки в день, типа, вот, это стоит столько-то, час съемки в день столько-то, часы съемок не суммируются. Поэтому, будьте осторожны, если у вас бывает съемка на 12 часов, не засуммируется. Вы за месяц не экономите, вам надо брать тарифный план подороже. Он стоит уже, типа, 50 долларов в месяц. Типа, спасибо. О, 0 минут у меня на камере. У меня тоже. Уже все. У тебя закончилось уже стоп? Или есть еще? У меня еще рэк, но, типа, 0 минут, то есть, это я так понимаю. Ну, давай тогда, если можешь под финалем. Спасибо, что дослушали, досмотрели. Надеюсь, вам понравилось и были рады, что вы с нами. Спасибо тебе. Было супер. Спасибо большое, спасибо, что позвал. Надо теперь красиво посмотреть в камеру еще, чтобы потом я стоп и сделал как-нибудь красиво. Красиво смотри. Я красиво посмотрю. Отлично. Слушай, запись еще идет. Ребятки, спасибо большое. Счастья вам, здоровья, гроши побольше, чтобы все было отлично. Спасибо, что досмотрели. Да. Ой, еще записывает. Все еще записывает, прикинь, дало закончить.